Приглашайте всех своих новичков, друзей, кому вы хотите сделать прекрасный подарок, вот именно к нашим, вот к весне. Зовите всех. Андрей, спасибо за то, что вы делали опер сегодня. Все, я замолкаю. Отлично, все, всех приветствую, приветствую, Сергей, на связи Шри-Ланка. Да, я сейчас в Беларуси, путешествую тоже здесь, где-то и по родственникам, где-то по знакомым. Поэтому тоже лето будет, немножко покажу вам, красавица Беларусь. Серега покажет Шри-Ланку, каждый день транслирует. Давай проверим связь, все нормально, слышно тебя? Да, всем здравствуйте, друзья, пламенный вам привет из острова Шри-Ланка, город Хикадуа. Солнце здесь, как вы видите, вообще беспощадное, ничего не помогает. Обгорел весь, вроде как уже месяц катаемся, и Таиланд, Индия, а теперь еще в Шри-Ланке почему-то вот сгорел напрочь. Поэтому все хорошо, настроение хорошее, надеюсь, у вас тоже. Давайте начинать. Отлично, начинаем, друзья. Ну, сегодня, что мы сегодня с вами сделаем? Ну, прежде всего, мы, конечно же, проведем презентацию для новичков, то есть немножко рассказываем про наши потоки, ну и, конечно же, в режиме интервью отвечаем на вопросы. Постараемся сегодня с Сергеем. Мы друзья, мы уже прошли огонь в воду и медные трубы, мы уже в сообществе седьмой год, и, скажем честно, нам есть что с вами поделиться. Поэтому, друзья, те, кто здесь останется, те, кто здесь задержится, те однозначно будут богаты, будут счастливы и будут свободны. Вот эти три базовые важные вещи, да? Вот, поэтому начнем. Сейчас мы начнем, конечно же, с наших денежных потоков. Что такое вообще наше сообщество, да? Сообщество – это онлайн-децентрализованное сообщество объединения свободных людей, которые объединились для единственной цели. Это объединить свои усилия, свои активы для помощи друг другу. Это касса взаимопомощи, можно сказать, нового поколения, да, либо фонд коллективного самообеспечения. Это вот такое вот у нас объединение. И на сегодня, на данный момент у вас есть потрясающая возможность проникнуться с этими великолепными инструментами и начать менять свою жизнь. Так вот, давайте начнем сразу же, перейдем к нашему прекрасному кабинету. Если у вас еще нету кабинета, то не тяните с этим, хотелось сказать, не тупите, ой-ой-ой, да. Вот, не тяните с этим делом, обязательно, обязательно зарегистрируйтесь, возьмите ссылочку у вас у пригласителя, зарегистрируйте и имейте свой кабинет. Это очень важный момент. Регистрация вас ни к чему не обязывает, но зато будет у вас, конечно, возможность разобраться с нашими денежными потоками. Итак, первый, шикарный, очень интересный, поэтому он и называется стартовый поток. Стартовый поток – это поток, который учит правильной стратегии инвестирования, друзья мои. Это красная вкладочка в вашем кабинете. Если у вас еще нету этой вкладочки, а ведь она у меня есть, у меня есть целых четыре, у Сергея тоже есть, у него тоже целых четыре вкладочки. Стартовый поток, и мы ими пользуемся, друзья мои. Стартовый поток учит правильной стратегии инвестирования. Вложил, забрал, вложил, забрал, вложил и забрал еще больше. Каждый раз вы будете забирать все больше, больше и больше. Итак, стартовый поток работает 10 месяцев, это 20 периодов. Каждый период – это две недели. Это поток с обязательным пополнением каждые две недели. И в зависимости от номинала, который вы выбрали, вы каждый раз пополняете на номинал. Пополнили на номинал, через две недели подтянули и каренси, получили выплату. Пополнили на номинал, подтянули и каренси, получили выплату. Сергей, вот скажи, пожалуйста, как вот ты вообще рассматриваешь стартовый поток с точки зрения, какую он миссию несет в себе? Ну, мы раньше всегда говорили, что стартовый поток, он создан для того, чтобы научить людей пользоваться правильно фондом. Но так, исходя из последнего сообщения Дмитрия Васадина, мы его все видели, читали, где было написано именно не научить, а заставить людей правильно пользоваться своими деньгами. Перестать считать и просто довериться. Так как недавно тоже все смотрели ролик Артура Залюбовского, криптодедочка, когда он сказал, что когда он познакомился с Дмитрием Васадином, он тоже пытался вам считать. Ему Дмитрий сказал, что я в сто раз круче всех вас вместе взятых считаю. Я уже все посчитал, вы просто делайте и пользуйтесь. Мне кажется, стартовый поток, он как раз и выполняет эту функцию, которая заставляет нас уходить от привычного нашего инвесторского, как нам кажется, мышления и просто довериться этому потоку. Мы отдаем, берем, отдаем, берем и на какой-то промежуток времени мы вдруг ощущаем, что денег в нашей жизни становится больше. Это реально происходит так. У меня 30 стартовых потоков открыто. У меня 22 потока только в рублевой зоне. От 2 до 30 тысяч. Вот сейчас я буду еще открывать потоки в евро в зоне, то есть расширять в евро, потому что сейчас я нахожусь за границей. И сейчас я еще здесь на месяц в Шерланке остаюсь, и мне сейчас проще уже ориентироваться в евро. Поэтому на евро зоне, на испанской, на рублевой везде должно быть много-много стартовых потоков, и их должно быть всегда постоянно прибавляться, постоянно новые-новые открываться. Потому что стартовый поток – это крутая программа, крутой механизм, который расслабляет наш мозг. Мы все пытаемся его посчитать, но посчитать его невозможно, поэтому мы просто расслабляемся и плавно прыгаем по течению, делая свою жизнь изобильнее. Вот так вот я сейчас для себя по-новому начал интерпретировать и объяснять это новичкам стартовый поток. Секарно. Он еще самый выгодный, кстати, стартовый поток. Это точно, но ты только это понимаешь попозже немножко, когда он взрастет, ты начинаешь понимать, что он действительно самый выгодный, и он тебя начинает просто заваливать деньгами. Это действительно круто. Вот, поэтому действительно стартовый поток – это очень мега мощный, шикарный инструмент. На дистанции в 10 месяцев он дает 150% прибыли. Все верно, да, Сергей? Это как минимум, как минимум. Это среднее примерно, как там заявлено в кабинете. На самом деле он может давать и больше, потому что там чем крупнее номинал, тем выгоднее курс подтяжки и каренси. И в самой купности вот эти все факторы, если служить, то там может выходить гораздо больше, чем 150%. Особенно, понимаете, дело-то в том, что у вас же не один стартовый должен работать. У вас должны постоянно прибавляться. Вот есть ребята, я знаю, которые устраивают день инвестора по понедельникам. Они каждый понедельник, каждую неделю открывают новый стартовый поток. Новый. Каждую неделю по стартовому потоку открывают. Представьте, через 10 месяцев у них происходит такая закольцовка, что старые, предыдущие начинают перекрывать последующие потоки. И там получается такой круговорот денег, что ты заходишь к себе, вот у меня даже 22 потока, я захожу в кабинет, да, оп, там 30 тысяч лежит. Я даже не знаю, откуда, с какого потока, я их даже не считаю. Я просто смотрю, упали 30 тысяч, я, о, прикольно. Когда ты их не ожидаешь, не ожидаешь, а в стартовом потоке ты их не ждешь, потому что ты их не считаешь. Да, они тут на тебя сваливают, ты на эти деньги не рассчитываешь, да. А когда он тебе сваливается, ты видишь, как радуешься. Когда ты что-то там ожидаешь, ждешь от чего-то, это не так тебе приводит в восторг, как какая-то приятная неожиданность в виде получения денег. Вот такая вот магия стартового потока. Вы его будете понимать на дистанции. Вот вы открыли, открываете, 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 где-то через 3, 4, 5, 6 месяцев вы начнете ощущать этот денежный водопад, который вас начнет накрывать от неожиданности. Шикарно. Значит, резюмируем. Стартовые потоки должны быть. Второе, их должно быть много. Чем их больше, тем больше вам неожиданно приходит денег. И третье, конечно же, это учит или заставляет научиться правильной стратегии инвестирования. Поэтому стартовый поток – это шикарнейший инструмент, друзья мои, пользуемся. Всегда у нас происходят где-то балансировки, если наша икаренция резко подскакивает вверх. Всегда система балансируется, чтобы нам всегда было выгодно. Поэтому не дергаемся, не кипишим, а наслаждаемся жизнью. Всегда все у нас происходит. Идем дальше. Следующий у нас шикарный поток. На этом еще не все. Оранжевая закладочка в нашем кабинете. Называется «Быстрый поток». Он подразделяется на два типа. Это обычный быстрый поток и супербыстрый поток. Обычный быстрый поток работает. У нас 30 дней выплаты каждый день равными частями вместе с прибылью, конечно, за счет подтяжки криптовалюты и каренсии. Супербыстрый поток работает две недели. Это самый короткий поток для ваших самых коротких свободных денег. Здесь, можно сказать, линейные инвестиции. Как в банке заморозка средств, выплата с доходом происходит на 15-е нажатие кнопки начисления премии. Поэтому, друзья мои, быстрый поток – это быстрые деньги. Деньги на каждый день. Сергей, поделись, пожалуйста, опытом по быстрому потоку. Как ты их используешь и для новичков особенно? Как важно этот инструмент правильно понять? Если брать новичков для стратегии, у кого нет денег, то этот поток можно использовать как для быстрого результата. То есть, там с тех же 30 тысяч можно открыть поток и получать по 1000 рублей в день, каждый день на протяжении 30 дней. И у вас уже, получается, будет результат. Вы будете каждый день по 1000 рублей получать деньги. Деньги у вас будет чем поделиться с вашим окружением. То, что вы какую-то сумму получаете. Далее ваше окружение будет подключаться к вам. Вы будете брать реферальные и открывать другие номиналы этого же потока. Таким образом, вы крутят деньги в быстрых потоках. В потоках у вас будет постоянно ваша сумма ежедневных начислений. Все больше, больше и больше. Если вы каждый день будете делиться в сторисах, во всех соцсетях, то, что вы получаете деньги, то ваша команда будет быстро расти. Это первый вариант. Второй вариант. Я использую быстрые потоки. Допустим, когда накопилась сумма какая-то или в стартовом или в растущем потоке, мы ее выводим на копилке. Мы с копилки не выводим ее на сберкассу, а мы загоняем ее в быстрый поток. А с быстрого потока, быстрый поток чем хорош? Он большую сумму денег дробит на много маленьких. И эти много маленьких, получается, нам же не надо в один день большую крупную сумму денег. Нам нужно каждый день маленькими много суммами. Мы при помощи быстрого потока разбиваем эту сумму и каждый день ее получаем и тратим на свою жизнь. Пропуская через быстрый поток. И если мы просто возьмем сумму и будем тратить, то если мы будем пропускать ее через быстрый поток, то по факту получится, что мы будем тратить больше, чем было бы до этого. Вот такая вот механика интересная. А супербыстрый поток этот у нас, как Лена Поторкова использует для сохранения своих средств. Вот она как, мне нравится ее риторика. Что я могу протранжирить эти деньги, а так я их отдала, супербыстрый поток. Две недели, у меня нет доступа и все. А потом через две недели они вернутся, плюс проценты сверху. Вот и хорошо, когда какая-то запланированная покупка есть, и ты ее планируешь через месяц или поехать куда-то на отдых, например, через месяц. Ты берешь и загоняешь деньги в супербыстрый поток. Они там у тебя держат, в заморозке держатся. От самого уже себя их спрятал, чтобы самому их не потратить. И потом через 15 дней они тебе разморозились, ты взял их и пошел в свободный. И ты их потом еще взял, пропустил через быстрые потоки и на выходе получаешь сумму. Так, короче, этими потоками можно жонглировать по-разному. Очень интересно, увлекательно получается такая экономическая игра. Шикарно. Поэтому чем дольше вы здесь задержитесь, тем больше потоков вы откроете, чем больше внутри потока вы разберетесь. И потом еще между потоками начнете понимать, как это лучше сделать, тогда денег у вас будет очень-очень много. Это раз. И второе, конечно же, вы забудете, что такое нужда зарабатывать деньги. Нужда, понимаете, да? Ведь деньги, по сути дела, это искусственная игра, придуманная людьми. В природе денег не существует, да? То есть для природы это нонсенс. Вот эта вот игра вот в эти бумажки, да? Как вот вы смотрели мультфильм «Фиксики», да? Вот у них сначала не было денег, потом они себе напечатали, да? А потом вот из-за них поругались, а потом поняли, что лучше мы будем жить без них, да? Вот поэтому на данный момент, раз уже мы вынуждены жить в цивилизации с помощью денег, надо это делать красиво, правильно и с помощью, конечно же, нашей кассы взаимопомощи. Именно поэтому мы седьмой год уже пользуемся нашими всеми инструментами. Скажу честно, это дорогого стоит. Мы, когда с Сергеем пришли, кстати, не сразу все это было красота. Вот. Но сейчас мы вот реально все, о чем мы мечтали тогда, мы парились, созванивались. У нас такие были мозговые штурмы. Ну вот так можно, а вот так, а вот если вот так вот. И в итоге это материализовалось все, слава богу, да? Вселенная услышана, Дмитрий Ивасадин там тоже все сделал правильно. И все шикарно у нас, все работает. Поэтому, друзья, быстрые потоки – это деньги на каждый день. Берите и учитесь ими пользоваться. И чем больше у вас будет тоже быстрых потоков, тем больше у вас будет денег на каждый день. Супер-быстрый поток – шикарный лайфхак, если хотите от себя их спрятать. Если у вас чувствуете, что карманы горят, если чувствуете, что в них как-то дырки, подсознательные дырки, не в прямом смысле, да? Вот там вот, там вот, да? Вам хочется их потратить, засовывайте в супер-быстрый поток и на две недели выдохните. Две недели что такое? Ни о чем. Несколько раз переспите, вот и пролетели ваши две недели. Вот. А деньги у вас сохранились. Причем с процентами приумножились. А вот, кстати, хороший лайфхак, а потом пропустить еще через обычный быстрый поток. Во! Шикарно просто. И каждый процент на процент, процент на процент, вот и будет вам сложный процент. Как магия, да? Шикарно. Идем дальше. Это же еще не все, друзья мои. У нас еще только начало. Мы познакомились только со стартовым потоком, с обычным быстрым потоком и супер-быстрым потоком. Теперь у нас еще есть огромнейший любимчик всех. Это растущий поток, зелененькая вкладочка в вашем кабинете. Если у вас еще нету кабинета, обязательно регистрируйтесь, берите ссылочку у вашего пригласителя, того человека, который дал вам эту информацию. Если его нету, можете писать мне в личное сообщение, помогу вам со всем разобраться. Либо бот скидывает в список лидеров, выбирайте любого, кого себе по душе, как говорится. И заходите, регистрируйтесь. Регистрация ни к чему не обязывает, зато будет у вас возможность хоть как-то изменить вашу жизнь к лучшему, друзья мои, а это дорогого стоит. Вы познакомитесь с системой, которая сообществом разрабатывалась уже 12-й год. 12-й год. Это я говорю не херню всякую. Это серьезные вещи. Поэтому на данный момент это дорогого стоит. Итак, растущий поток, друзья мои. Растущий поток. Зеленая вкладочка в нашем кабинете. Поток, который растет в течение шести месяцев с момента последнего пополнения. Если грамотно пользоваться этим инструментом, он будет работать вечно. Абсолютно вечно. Мы его называем базовые деньги на жизнь. Он легко понимается всеми участниками, но потом им грамотно надо управлять. Надо его понять, как механика его. Сергей говорит, что он живой, он шевелится постоянно. И в зависимости от того, как мы там что делаем, он начинает шевелиться в ту либо в иную сторону. Это поток, который легко может превратить ваши 10 тысяч в 20 тысяч, ваши 50 тысяч в 112 тысяч, ваш 100 тысяч в 250 тысяч, ваш 500 тысяч в 1 миллион 375 тысяч, ваш миллион в 3 миллиона, 5 миллионов в 15 миллионов, 10 миллионов в 30 миллионов. И так далее, друзья мои. Растущий поток нужно выращивать в копилочке, он учит терпению и прорабатывает два бича человека с бедным мышлением. Это ваша жадность и страх потери. Это шикарнейший трансформационный поток, который позволит вам, во-первых, иметь деньги каждый день, но с немножко другим подходом к жизни. Сергей, расскажи, пожалуйста, растущий поток. Я знаю, что он тоже твой, можно сказать, любимый. Расскажи, пожалуйста, как ты его понял и как ты к нему относишься? И как его осознать правильно? Я думаю, это не только мой любимый поток. Это целая инновационная, как ты правильно сказал, трансформационная экономическая игра, где цель нашей игры сделать так, чтобы и деньги, и денег на жизнь было все больше и больше, и поток постоянно рос. Там очень много разных стратегий инвестирования, поведения в этом потоке. И он очень круто действительно разворачивает нашу жадность в обратную сторону. То есть наша жадность начинает в этом потоке работать на нас. То есть мы лишний раз уже, когда мы знаем, что наши, точнее даже не знаем, а каждый день видим в кабинете, то, что сегодня мне 15 тысяч начислилось, завтра 15 200, послезавтра 15 600. Я каждый день вижу, что у меня сумма начислений все больше и больше психологически. Мне не хочется оттуда брать деньги психологически, но потребности у нас всех есть, и мне все равно приходится оттуда брать. И ты уже идешь туда брать всю сумму, всю сумму, которую тебе накапало. Обычно что у нас хак, если у нас есть, нам жадно же надо все нахапать, побольше, побольше еще и у соседа прихватить. А здесь получается, что я не буду из-за своей жадности тоже, я не буду забирать все, потому что у меня срежется процент начисления. Я беру именно столько, сколько мне нужно. И то, что еще самое интересное, то, что можно брать, сколько нужно, и остальное можно отправлять в реинвест, тем самым наращивая свой поток. Тем самым увеличивая его за счет подтяжки и currency. Таким образом, если мы, допустим, будем только забирать все, постоянно забирать все, то рано или поздно наш поток начнет истекать. Значит, надо все меньше, меньше, меньше. Если мы не будем вообще ничего забирать, а будем только там реинвестировать, его наращивать, наращивать, это тоже неправильно. Это тоже хорошая стратегия, но она неправильная, потому что задача потока это сделать так, чтобы у нас денег на жизнь было все больше, больше и больше. А если мы будем только его постоянно крутить и реинвестировать, то поток, можно сказать, не выполняет свою функцию основную. И вы, как участник, тоже не соблюдаете правила. То есть вы не берете деньги из фонда и не тратите их на службу. Это тоже неправильно. Вот важно найти, это тот золотую середину. Сколько брать, сколько реинвестировать, сколько оставлять в копилочке. И у каждого человека это своя золотая середина. То есть тут нет такой универсальной стратегии, за которой все гонятся. Все хотят стратегию, как с 10 тысяч сделать через месяц миллион. Вот здесь нет одной такой стратегии на всех, потому что у всех у нас доходы разные, у всех у нас деньги приходят в разное время. И так же самое и тратим мы все их в разное время. И если мы, вот у нас есть какой-то приход и есть уход. Если мы рассчитаем свои приходы и уходы и начнем часть своих вот этого денежного потока пропускать через растущий поток, хотя бы процентов 90 туда в поток отдавать, шучу, 10 процентов, там 10, можешь 50 процентов от своего дохода закидывать в растущий поток. Не можешь 50, закидывать 40, не можешь 40, закидывать 30. Но здесь опять можно, в какой-то момент можно и 90 процентов закинуть своего дохода. Можно и 10, опять же все по всей жизненной ситуации, потому что у нас жизнь, она довольно динамичная становится. И с каждым, чем дальше влезть, тем у нас жизнь динамичнее и динамичнее становится, изменения происходят. И так же самое в поток. Мы должны подстраивать наш поток именно под нашу жизнь. Делать так, находить эту золотую середину, как на велосипеде ехать. Тут в чем прикол, тоже считать противопоказанно этот поток. После того, как мы начинаем его считать, наш мозг нас заводит в заблуждение, в дебри куда-то. А когда мы перестаем его считать и просто интуитивно начинаем действовать, какую-то часть выводим, именно брать, что надо. Многие подумают, а как так не считать, как можно научиться. Вот как на велосипеде ехать. Вот вы же, когда учитесь ездить на велосипеде, вы встали, начали педали крутить, раз, упали, два, упали, три, на десятый, на двадцатый раз вы встали на педали и поехали. Вы научились балансировать, вы научились держать равновесие. Вы не сможете объяснить себе это как. Вы не можете мозгом подумать, так, здесь я педаль сильнее надавливаю, здесь я... Вы это все интуитивно можете чувствовать. Вы едете на велосипеде, держите то же самое с потоками с нашими. Вы не будете их считать и просчитывать, когда научитесь ездить на этом велосипеде. И вы тогда начнете так виртуозно ездить, трюки какие-то делать, подпрыгивать, руль крутить, сальто можете на ходу делать. И еще и обучать этому других людей. Вот растущий поток именно про это, мне кажется, что... Я его уже не считаю. Я тогда с этими табличками наигрался, понял примерно суть по этим графикам, как оно должно примерно идти. И в принципе все. Мне до этого было достаточно, чтобы просто как научился ездить на велосипеде, я теперь еду по инерции, что стартовый, что растущий, что быстрый. Это просто не считая интуитивно, ты это делаешь из одного потока в другой и берешь на жизнь столько, сколько тебе надо. А так как мы сейчас много ездим путешествовать, да, и у нас затраты, казалось бы, как кажется, наверное, большие, да, мы из миллиона не вылазим. То есть миллион рублей, как вот говорил Дмитрий Васадин, что 10 тысяч долларов на одного члена семьи, это вполне достаточно. Если там не накупать себе кучу недвижимости, машин, там шубы, там всякие, золота, там и так далее. А просто жить, хорошее жилье себе снимать, там качественную еду покупать, одежду, ездить по заграницам, отдыхать на курортах. То мы с женой даже в миллион не вылазим, представляете, в месяц, в миллион мы не можем потратить, живя в хороших гостиницах, в курортных странах. И если вот так вот мы будем все жить, в принципе, да, кайфовать, то денег у нас будет оставаться излишек очень большой. И на те излишки мы развиваемся на все остальные наши потоки. Вот такой вот образ жизни, такой вот растущий поток, ну и так же самое, там можно комбинировать из растущего потока, из копилки. Нам же не зря сделали, что мы можем другие потоки покупать, пополнять из копилки любого потока. В растущем потоке у нас накопилась сумма, мы там выделили, допустим, бюджет 100 тысяч рублей на неделю, например, да, там по 10 тысяч в день. Мы взяли из растущего, перегнали это все в быстрый поток, и в быстром потоке каждый день нам выдается порция денег, которые мы берем и уже ими распоряжаемся. Пока мы вот так вот крутим эти деньги, да, другие люди тоже этими деньгами пользуются. То есть если мы забрали кучу денег, да, и положили ее там в карман, и потихонечку из кармана берем и тратим, это мы несем вред, да, не только нашему, не только себе и экономике, а вообще всему этому миру, да. Потому что мы деньги исключаем из оборота. А когда мы деньги держим в обороте, то есть в наших потоках, то таким образом, пока мы ими не пользуемся, теми деньгами пользует тот и другой. Это очень, если когда все осознают люди эту вот механику, тогда в мире настанет всеобщая гармония, всем всегда будет всего хватать. Всем станут миллионерами и смогут позволять себе все абсолютно. И не будет у нас проигравших, у нас все будут выигравших. Такое возможно. Шикарно, Сергей, спасибо большое, видение очень глубокого растущего потока. Сейчас еще немножко продолжим, а сейчас как бы рекламная пауза, друзья мои. Я смотрю, здесь в чате начинают писать очень интересные вопросы, друзья мои, да. Оставайтесь с нами, и вы узнаете, первое, откуда деньги. Дальше вы узнаете, приглашать, не приглашать, пирамида, не пирамида, лохотрон, не лохотрон. Это все ответы на эти вопросы мы позже дадим. Сейчас мы просто разбираем кабинет, это важный момент. Дальше вы узнаете, какая у нас финансовая инфраструктура, что мы создали за 12 лет. Нахрена мы это делали, когда можно жить без этого. Нафига мы тратили столько времени и столько денег, да. И причем мы далеко не создатели, мы просто лидеры, которые знают, как функционирует данная система. Почему мы знаем? Потому что мы здесь задержались. Ну так получилось в жизни. Мы немножко решили, что надо задержаться в этом месте, где есть деньги, а не бегать где-то. И от этого наша жизнь только улучшилась, и она стала лучше. Поэтому, друзья мои, задерживаемся здесь в чате. Если у вас терпения хватит, вы здесь не только добавите 200. Что такое 200 человек в нашей трансляции? Вообще ни о чем. Поэтому, друзья мои, что-то вы расслабились. Нажимаем туда на кнопочку и добавляем своих партнеров, чтобы они хоть услышали умные вещи. Поэтому не каждый день трансляция со Шри-Ланки и с Сергеем идет в этом чате. Поэтому пользуйтесь моментами. Я, конечно, понимаю, что вас уже немножко где-то разбаловало своим вниманием, но все равно. Сергей вон с загаром своим солнцем светит. Светит просто, светит шикарно. Поэтому добавляем партнеров и раз, и услышите ответы на все вот эти прекрасные вопросы. Поэтому сегодня все отсюда уйдут с ответами, абсолютно все. Мы открытые, мы все прозрачные, можно сказать. У нас все по чесноку здесь. Именно поэтому мы здесь, мы здесь, седьмой год. Если бы здесь было хреново, мы бы здесь не были, поверьте мне. Потому что на данный момент есть, как говорится, куда ходить. Там куча коммерческих проектов вон там за забором, где постоянно зовут. Так же бы бегали и бегали. Но не надо там бегать. Мы здесь, потому что мы нашли то место, где есть душа, где есть деньги, где народный инструмент, где по-настоящему тепло, по-семейному, и ты хочешь тут остаться жить навсегда. Понимаете, да? Вот это вот очень важный момент. Ну что, пойдем дальше, вернемся к нашим потокам, разберем до конца. Растущий поток, да, это мощный инструмент. С помощью него многие наши участники избавляются от кредитной зависимости. С помощью него покупают машины, квартиры, гасят ипотеки и так далее. То есть любая крупная покупка, в принципе, растущий поток потянет. Сергей вот захотел путешествовать. И сейчас растущий поток ему тоже в этом прекрасно помогает. Класс. Но более детально вы сможете понять растущий поток, только его открыв. Если вы его не откроете, как бы вы там что-нибудь в теории не копались, вы его не поймете. Насколько растущий поток понять невозможно. Скажу вам честно. Он шевелится, он живой. Пока вы с этой стороны смотрите, он уже пошевелился, уполз в другую сторону. Понимаете, да? Он живой. Поэтому, друзья мои, Сергей, ты хотел что-то добавить простущим еще? Теоретики у нас не выживают, я хотел добавить. О, клад, клад вообще. Очень долго у нас буксуют теоретики. Те, кто хотят сначала понять, а потом начать пользоваться. Нет, друзья, так не пойдет. На велосипеде вы не сможете научиться ездить, просто изучая по книжке теорию. Поэтому надо садиться просто и ехать. Да, помните, как в детстве вас посадили, толкнули, под жоп не кадали. И все, а, страшно, но и вы крутите педали. Как только перестали крутить педали, а он остановился, вы упали. Все, вот так и здесь. Садитесь и начинайте ехать и кайфовать, и радоваться жизни с ветерком причем. Классно, все, от растущего потока все поняли. Кто хочет детально понять и крутить миллионами, заходите и начинайте хотя бы с 10 тысяч врубаться, как он работает. Как только врубитесь, у вас столько инсайтов будет, что вы просто скажете, вау, как же я без этого раньше жил. Идем дальше. Накопительный поток, друзья мои, сиреневая вкладочка в нашем кабинете. Мы его называем фонд совершеннолетия, наш пенсионный фонд, либо деньги на будущее. Оказывается, в будущем деньги тоже будут нужны, друзья мои. Я не вижу трендов, тенденций, что завтра деньги отменят. Вообще нету их, ноль. Мы еще больше уходим в технократическую цивилизацию и очень сомневаюсь, что деньги нам отменят, и мы станем жить в благостном таком обществе. Мы уходим в технократию, еще больше роботов, все больше будет механики и денег в том числе. Поэтому на данный момент деньги будут тоже нужны. Значит, об этом надо тоже позаботиться, об этом подумать. И об этом думает наш еще один шикарный поток, называется накопительный поток, друзья мои, либо деньги на будущее. Стратегия от 3 до 25 лет. Все коэффициенты вы можете увидеть в своем кабинете. Для этого вам надо зарегистрироваться. Регистрация вас ни к чему не обязывает. У кого нет кабинета, пишите мне в личные сообщения. Без проблем помогу вам во всем разобраться. Либо выбирайте из списка любого лидера и регистрируйтесь. Так вот, друзья мои, накопительный поток – это шикарный инструмент для того, чтобы позаботиться о своем будущем. Нас не учили ни в школе, нигде заботиться о своем будущем. Мало того, что вообще нас деньгам не учили, то есть это нонсенс. Выпихивают со школы, выпихивают с университета, и ты попадаешь в эту денежную систему и не понимаешь, что с этими делать. Ты помнишь ту первую зарплату, которую ты получил, и так стоишь с ней и думаешь, блин, а что с ней делать? Вот этот момент, помнишь, когда первые деньги появились в руках? Ты меня спрашиваешь? Да, 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 я спрашиваю. Конечно, помню, я их все прогуливал сразу. Да, ну то же самое, у меня то же самое. Мы все просто… Гуляйте, три дня повеселился, а потом остальные 27 дней живешь, кого-то перехватываешь, занимаешься, как-то выкручиваешься. Получил зарплату, отдал долги, опять на три дня, и так до тридцатки доходит, а потом долгов все больше и больше, а потом начинаешь понимать, блин, куда же я залез, да? На данный момент накопительный поток учит нас думать о будущем. Это шикарный инструмент, стратегия, я говорю, от 3 до 25 лет. Этому вас не научили, нигде не научат. Мы учим только здесь, и причем у нас образование абсолютно бесплатное. Мы такое шикарное, Сергей, мы создали командное обучение. Поэтому одна Академия Гармоничного Человека, что стоит там бесплатно вам знания и по подсознанию, знания и по трансерфингу, знания и по здоровью, знания и йогу даже у нас проходит, да? Дальше знания и по работе с соцсетями, и с Телеграмом, и с ВК, и с Ютубом и так далее. То есть все знания, дабы, говорится, брали и использовали. Это раз. Причем это бесплатно абсолютно. Вот, так вот, накопительный поток, накопительный поток, это деньги в будущем. Сергей, скажи, пожалуйста, вот у тебя есть накопительный поток? Как ты им пользуешься вообще? У меня 5 накопительных потоков на разные номиналы от 1000 и до 10 тысяч рублей. Вот, но вот как я это все вижу, да, Дмитрий Васадин подстроил каждый вид потока, вот как и мне это все впечатление складывается, да, под наши менталитеты, да, под наши какие-то привычки. Вот так как мы все практически привыкли ждать какую-то пенсию, да, потом в старости, когда, вот, рассчитывают на эту пенсию, да, которая чаще всего нас вообще не удовлетворяет ни граммочки, то накопительный поток, то многие люди, они берут просто всю жизнь какую-то сумму откладывают. Откладывают на старость, там, на похороны себе, да, многие откладывают деньги, вот, и еще там, ну, просто под подушку, под, вот, мне кажется, накопительный поток, это как раз очень хорошо вписывается вот в эту вот модель воспитания, да, нас, то, что мы каждый месяц туда кладем какую-то сумму. Вот я сейчас тысяч где-то, по-моему, 15 у меня каждый месяц уходит накопительный поток на разные номиналы, на разные, там, если у меня на 3 года, если на 5 лет потоки. Я их, как бы, сейчас не ощущаю, ну, как, не ощущаю, я выплаты буду получать только через, там, уже, наверное, через 2 года, первое. Но я туда откладываю с мыслью о том, что у меня потом через 3 года я буду радоваться тому, что я когда-то открыл себе накопительный поток и постоянно регулярно упопал. Это как с майнерами, да, 5 лет назад купил себе майнер, не знал, зачем он мне нужен, а сегодня я, как ребенок, радуюсь, то, что у меня 10 майнеров, и сейчас люди себе покупают по 1300 долларов, да, у нас уже, у нас он не уже, Андрей, это 5 лет майнеры майнят, вот, вот то же самое с накопительным потоком. Сейчас мы туда его пополняем, 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 наращиваем, вот, а через 3-5, там, 10 лет они начнут нас так кормить, что это вот и будет, как бы, наша пенсия в 40 лет, да, в 30, ну, да, в 40 лет у меня будет, вот, моя первая пенсия из нашего фонда. Вот, разумеется, когда начнутся выплаты у меня первые, я, разумеется, захочу еще открывать, еще, и, да, я думаю, что, и до того, как первый выплат нужно покупать, я буду еще продолжать открывать. Хочу тоже 50 накопительных потоков на разные номиналы, на разные срока, вот, и чтобы оно тоже потом как стартовые потоки. Ведь накопительный поток, это как аналог стартового потока, да, только старт, там, дистанция меньше, чем это, и немножко другая механика. Вот накопительный, примерно, по ощущениям так же само будет, накапливаем, а потом он у нас начинает заваливать деньгами, тоже из-за месячных. Поэтому накопительный поток для тех, у кого уже потоки, да, налажены уже, которые уже хорошие идут доходы, да, откладываем в накопительные потоки. Ну, и, разумеется, подкупаем e-currency, да, лайфхак, при каждой потяжке e-currency берите процентов на 20, на 30 e-currency больше и откладывайте тоже, и пусть они лежат. E-currency, они тоже генерируют вам постоянно растущий капитал. Шикарно, Сергей, спасибо большое. Да, накопительный поток, это шикарный поток, стратегия еще раз, от 3 до 25 лет, допустим, минимальный заход 1000 рублей, чтобы там протестировать, чтобы вы врубились, как он работает, да, допустим, на 3 года, через 3 года, есть период накопления, есть период выплат, да, на 3 года вы накопили по 1000 рублей, подтянули e-currency, и через 3 года вы 3 года также получаете только уже по 5000 рублей, да. То есть есть табличка в кабинете, заходите, коэффициенты, там все есть, там все очень просто. Следующий поток, шикарнейший поток, мы его называем поток удачи, либо наша любимая беспроигрышная лотерея. Буквально сегодня сорван очередной джекпот 300 тысяч на российской площадке, наш поток кэш, обалдеть. И поздравляем, поздравляем победителя, это круто, это круто, сорван джекпот, и уже, наверное, пятый джекпот за последние полтора месяца, да. И на данный момент такая тенденция джекпотов, народ просто радует, и меня тоже, и надеюсь, что каждый из наших участников в свое время сорвет. Вот. Расскажи, пожалуйста, про лотерею, как вот ты к ней относишься, участвуешь, не участвуешь? Конечно, я постоянно покупаю лоты, мало того, что я их покупаю, я постоянно еще их дарю, разыгрываю. В наших чатах устраиваем розыгрыши, что я, что Андрей тоже в чатах разыгрывает. Лотерея – это поток удачи, по сути, это тоже денежный поток, где у нас отдаем туда деньги, да, без особых каких-то ожиданий. Да, мы просто покупаем лотики, вот, и так как она беспролежная, мы всегда радуемся какому-нибудь выигрышу, да, пусть даже он будет меньше номинала, но все равно это тоже поднимает уровень дофамина в организме. Особенно понимает, когда ты, у меня недавно был выигрыш, 4 цифры я выиграл, отгадал в голд, я покупил голд за 1000 рублей, а выиграл в 35 тысяч рублей, вот, когда ты утром просыпаешься или там после, когда у меня после обеда было, я заглянул, а вечером, вечером, я заглядываю, перед сном пошел смотреть свои потоки, захожу, у меня там 4 цифры, тоже офигительно поднимает тебе настроение и изменяет свое состояние. Поэтому лотереи тоже надо покупать регулярно, вот, если взять на дистанции, на дистанции, сколько я лотов покупаю и сколько я выигрыша получаю, то я, наверное, предполагаю, что в какой-то момент сумма, общая сумма выигрыша, она переваливает за общую сумму лотов, на которые я купил. Вот, ну, это же как бы поток удачи, повезет не повезет, повезет, может кому-то везет сразу, у меня, допустим, есть женщина, которая только подключилась, первый поток, который она себе открыла, это была лотерейка, голден джекпот, она на 1000 рублей купила себе один лот, и на второй день, на второй день выиграла 35 тысяч, где 35 тысяч открыла новые потоки, и с этого и начался ее путь в наших потоках, вот так вот сразу с двух ног влетела из, ты сделала 35 иксов за два дня в нашем фонде, вот. Сейчас много джекпотов, вот правильно Андрей подчеркнул, что на Новый год у нас сколько джекпотов было и голд, сегодня вот только кто-то купил лотерейку за 100 рублей, а выиграл 300 тысяч, вот. Тоже, сколько это иксов? 3000 иксов сделал человек, да, об этом криптоэнтузиасты только мечтают, чтобы сделать 3000 иксов. Вот, так вот у нас тоже возможно, поэтому нельзя недооценивать лотерейку, потому что лотерейка это очень прибыльная, она очень, как, если мы другие потоки как-то еще можем более-менее прогнозировать, да, то этот поток мы не можем прогнозировать, и тем он и является, это его прелесть, да, этого потока, что он неожиданно может сделать нас счастливыми. Вы в любой момент утром можете проснуться миллионерами, понимаете? Положили там, купили вот один лот за 1000 рублей, да, за 1000 рублей, и утром проснулись, у вас миллион джекпотов, все, вы миллионер, представьте, этот поток, который, единственный, наверное, поток, который с 1000 может вас сделать миллионером. С одной тысячи, вот многие просят стратегию, как с 10 тысяч разогнаться до миллиона за один месяц. Тут с одной тысячи за один день можно разогнаться до миллиона, понимаете? Вот такие вот возможности нашего фонда. Пользуемся всеми потоками в совокупности, все комбинации, комбинируем, покупаем лоты, прям лоты можно прямо из копилки с любого потока брать, вот научитесь зонглировать, научитесь ехать на этом велосипеде, и вы будете просто потом кайфовать от всего. Как-то вот недавно Сергей здесь записал шикарное видео по стратегии развития, да, вот я сейчас читаю комментарии, вижу, кое-то там многие там, ой, как же, там, что, непонимание. Скажу вам честно, вот скажите, существовало бы сообщество, если бы оно не работало 11 лет? Оно бы не смогло существовать, это раз, да? Два, для того, чтобы вам понять все, как здесь работает, надо обнулиться. Обнулиться – это значит зайти в состояние ученика. Если вы сюда пришли с полным стаканом, с вашим полным стаканом между ушами здесь, да, то надо убрать оттуда часть хотя бы знаний ваших, которые вас привели к тому, где вы сейчас находитесь, и залить туда немножко новую информацию, и, по крайней мере, поразбираться, поразбираться, да. Вот когда вы уже разберетесь, вот тогда уже начинать делать выводы и решения. То есть поспешные решения – это решения людей с бедным мышлением. Поспешные мышления. Что такое поспешные? Это означает, вы мыслите ярлыками чужих мнений, которые вы когда-то восприняли через свои уши на правду, на веру, да? Вот. Оно надо своим вот этим черепком научиться думать. А как их думать? Очень просто. Нарабатывать свой личный опыт в своей жизни. Не чье-то где-то мнение, а свой личный опыт. Зашли, зарегистрировались, проверили, нажали кнопочки, получили прибыль, либо не получили. Не получили – сказали, дерьмо, лохотрон. Получили – сказали, класс, работает. Понятно? Вот это так вот делают люди, которые с богатым мышлением. Они ищут инструменты. Они жадные до поиска инструментов. Они не ищут три копейки. Они не ищут даже миллионы. Они ищут инструменты. А вот когда они находят инструменты, они туда вваливают уже миллионы. Потому что они разбираются, как они работают. Вот разное мышление. Человека с бедным мышлением и человека с богатым мышлением. Вот. Поэтому с наскока здесь ничего не поймете. С наскока. Это не голопом по Европам. Здесь надо разобраться. Здесь цифры. Здесь высшая математика. И причем без знания даже высшей математики вы можете получать деньги. Здесь касса взаимопомощи нового поколения. Нового, друзья мои. Так вот. Поток удачи, друзья мои. Я немножко просто комментирую чат. Сергей, ты уже извини. Но чтобы люди хоть немножко врубались вообще, что здесь происходит. Я думаю, мы чат покомментируем. Давай уже после официальной презентации. Давай. По душам, поотвечаем на вопросы и закрываем все возражения. Хорошо. Поток удачи. У нас есть три вида лотереи. Первая лотерея. Она классическая лотерея. Она стоит всего лишь 100 рублей. 100 рублей. Что такое? Ни о чем. Вообще. Чашка кофе дороже стоит. Джекпот 300 тысяч. Вот сегодня сорвали. Джекпот 300 тысяч. Поздравляю еще раз участника. Победителя. Дальше. Вторая лотерея. У нас синяя лотерея. Стоимостью 500 рублей. Джекпот 500 тысяч. И голден лотерея стоимостью 1000 рублей. И джекпот миллион, друзья мои. Поэтому лотерея у нас беспроигрышная. Выигрываете 2, 3, 4, либо 5 чисел джекпот. И забираете все сразу же, весь ваш выигрыш. Она ориентирована на людей. 5 цифр из любых 25. Специальная лотерея заточена для того, чтобы вы выигрывали. Для того, чтобы вы в голове своей меняли вот эту функцию, что я не везунчик. Вы везунчик. Вы выигрываете. Поэтому она у нас беспроигрышная. Каждый раз вы все равно выиграете. Ваш билетик будет играть до момента выигрыша. Когда это будет завтра, послезавтра, неважно. Сам факт, что он все равно выиграет. Шикарно. Еще у нас есть 2 жирных потока. Это называется вознаграждение за развитие проекта. Многие, кто приходят без денег, кто в минусах приходят, многие берут реально эти потоки, эти возможности. И за счет этого наращивают свои потоки, выходят на уровень финансовой свободы. Это, можно сказать, наши тоже 2 очень мощных жирных потока. Вознаграждение либо бонусы за развитие проекта. Первый – это реферальный поток. Поток реферальных начислений за лично приглашенных. Это, грубо говоря, от 2 до 7% в зависимости от потока открытого вашим приглашенным. Дело в том, что наш фонд, наша касса взаимопомощи, наше сообщество никогда рекламы не дает. И весь рекламный бюджет распределяется среди активных участников и лидеров нашего сообщества. Поэтому вы даже можете активничать и зарабатывать на этом деньги. Потому что все равно мы рекламу никому не заплатим. А вам заплатили бы. Берите. Либо кто-то другой активный заберет эти деньги. Поэтому кому надо, тот берет. Есть определенный фонд рекламный. Из этого рекламного фонда вам платятся реферальные бонусы. Пожалуйста. Он полный. Он прям ломится от денег. Вот берите его, и все будет как бы хорошо. Сергей, вот для тебя что такое поток реферальных начислений? Это очень крутая возможность. Абсолютно каждому участнику, даже тому, у кого вообще нет денег и никаких доходов. Вырасти буквально за считанные дни стать миллионером. То есть вот поток реферальных, если это единственный поток, который не требует финансовых выливаний, а он требует ваших усилий, вашего внимания, вашей энергии, то, чтобы вы делились. Я, прилетя сейчас по жарким странам, я осознал по-другому этот поток реферальный. Тут очень важно понять, что у нас нет обязательных приглашений. И мы вообще против, чтобы кто-то кого-то приглашал. Мы к этому не призываем. Мы призываем к тому, чтобы каждый участник, когда получал деньги из фонда, просто делился этой информацией со своими окружениями. Говорить правду. Просто мы призываем быть честными. Это фишка нашего. Говорить только всегда чистую правду. Получили деньги из фонда, пошли и рассказали. Получили деньги из фонда, пошли и рассказали. И так устроена человеческая психология, что когда другие люди смотрят на вас, видят, что вы получаете деньги, и более того, вы эти деньги не просто получаете, а вы их тратите на улучшение качества своей жизни, покупаете себе хорошие модные вещи, ходите в дорогие рестораны, все больше и больше получаете качество своего питания, поедете за границу отдыхать и это все транслируете. Вот я вот очень сильно ощутил сейчас, когда я поехал за границу, я вот всегда в сторисах, в ютубе, везде постоянно выкладываю и ролики, и короткие вертикальные видео о том, где я путешествую, показываю мир, как я его вижу сам, рассказываю свое состояние, свои эмоции. Я заметил, что вот раньше, когда я только начинал, я точечно сам писал людям, там как-то общался, но когда я поехал, у меня поменялось состояние, и сейчас мне пишут люди сами, они смотрят мои сторисы, смотрят мои знакомые, друзья, вот я вчера с одним человеком разговаривал, которым давно не виделся, не ждал, мне написал, увидел, что я на Шри-Ланке, а он сам только со Шри-Ланки вернулся недавно, мы с ним заговорились, вот он сегодня будет заходить в потоки. Другие люди, которые смотрят, как вы живете, то есть я просто показываю людям, как я получаю деньги, как я их трачу, как я открываю потоки. Другие люди заражаются моим собственным примером и тоже начинают, просят, пишут мне, звонят мне, просят ссылку, просят научить, в общем, сами уже, то есть я сам уже никому первым не пишу, у меня ток входящих заявок, у меня каждый день заходят люди в первую линию и в глубину тоже. Вот, помимо того, что я свою первую линию расширяю, я еще и своим собственным примером заражаю и участников из команды с глубины, с глубины. Вот, и вот этот поток структурных бонусов, да, когда, допустим, мой просто участник, у вас есть только первая линия реферальный бонус, но когда вы набираете 10 человек в первую линию, да, вы проходите обучение, собеседование, там, тесты сдаёте и получаете должность лидера. Должность лидера – это, по сути, вы уже становитесь финансовым консультантом. Вот я вот сейчас осознал, как бы, еще больше, что я утром просыпаюсь, иду на море, беру в кафешке кокосик и с кокосиком по пляжу иду, и телефон в руках, отвечаю голосом, хожу на сообщения людей, консультируя их, как правильно распорядиться своими деньгами, как, что, куда, и ты, вы ощущаете себя востребованным человеком. То есть реферальный бонус – это не просто тупо префоводство, да, где вы там набрали людей, там, вы с них рефералку получили, тогда вы эту группу людей, которые вы набрали, постоянно обучаете. Вы сами, во-первых, учитесь, уши вышестоящих, и вы передаете эти знания своим людям, и постоянно, так как ваши люди тоже, как и вы, постоянно делаете, открываете потоки, пополняете их, у вас с каждого потока ваших людей вам маленький ручеечек тоже оттекает. Вот представьте, ваш огромный, да, река ваша, денежный потоков, вот она циркулирует в вашем кабинете, и плюс еще из других кабинетов, других ваших участников, особенно из глубины, вам тоже маленькие ручеечки текут в ваш кабинет, все стекается, и получается то озеро, озеро, которое вы тоже потом распределяете по всем потокам. И вот этот образ жизни, который, вот я сейчас его понял, вкусил в полной мере, чем открывать как можно больше потоков, бери деньги из потоков, дать на улучшение качества своей жизни, я за год улучшил свое качество жизни, вообще просто, я не знаю уже куда дальше, вот. И показывая это все, транслируя в этот мир через социальные сети, через телеграм и так далее, у меня денег в жизни становится еще больше, за кольцовка, понимаете, за кольцовка. Я, так как у меня денег становится больше, я еще могу больше открывать потоков себе. Чем больше потоков открывает, тем больше я получаю, тем больше я получаю, тем больше я опять трачу, чем больше я трачу, тем больше я могу показывать, тем больше я показываю, тем больше он идет, тем больше у меня еще больше денег становится. Вот это есть образ жизни нового человека, в новом мире процветающем, который у вас приводит к достатку, к быстрому достатку. Вот если вы научитесь быстро, прям с порога сразу так себя вести, а это вот можно, если у вас, допустим, нет денег, открывается быстрый поток, и на эти деньги уже можете как-то их тратить, получите деньги из фонда, и демонстрировать вашему окружению то, как вы их тратите. Таким образом, очень быстро можно разогнаться. Мы это мы всему обучаем, все делать в нашей академии, и у нас есть разные методы продвижения на любой вкус и цвет, выбирайте, что вам больше подходит и по мышлению, и по здоровью. И завтра, кстати, у нас будет день йоги, у нас там в гостевом крутятся постоянно на репите наши выступления, записи, а завтра у нас будет весь день йога крутиться, записи Женя, не только в 11 утра кто-то может прийти позаниматься, а в течение дня включили, позанимались, там сколько вам надо. Круто, завтра будет день йоги, да? Да, разностороннее развитие человека у нас, не только финансовое, а социальное и экономическое развитие человека в условиях современного мира. По лучшей методике и стратегии, которую только можно было придумать в нашей текущей цивилизации. Лучшего еще ничего не придумано. Вот модель жизни, модель закрытия всех пирамид человеческих потребностей Маслоу. Вот лучшая модель. Да, те, кто не знает, что такое пирамида Маслоу, загуглите и посмотрите внимательно и очень внимательно почитайте. Это дают обычно на экономических факультетах, и при том не каждый преподаватель дает вот эту вот пирамиду потребностей человека, да? Вот, а это важно знать, я бы сказал, с первого класса. С нее все начинается. Мы, у нас есть все потребности. Мы вообще в этой жизни делаем все свои действия для того, чтобы закрыть свои потребности какие-то. Вот важно осознавать, какие они у нас есть, какие виды и подвиды есть этих потребностей. Вот те, кто человек, который знает, какие у него есть потребности, да, знает, как их закрыли, по-моему, с помощью каких инструментов. Вот в нашем традиционном превышенном мире, да, в капиталистическом, мы ходим на работу, чтобы закрыть какая-то базовая потребность. Вот в нашей системе, в нашей экосистеме, да, в Меркурии, мы, чтобы закрыть базовую потребность, нажимаем кнопочку просто каждый день один раз, представляете? А чтобы, ну, базовую, причем первые две ступени, первая базовая потребность и безопасность, уверенно, в завтрашнем дне. Вот. А остальные ступени, уже там, признание и так далее, они уже там по умолчанию у вас будут закрываться, когда вы становитесь, выходите на лидерские позиции. Поэтому рассмотрите эту систему, здесь гораздо быстрее вы придете к самореализации и приедете на Шри-Ланку. На Шри-Ланку, кстати, круто. Я тут рассчитываю со сберкассы, представляете, я сегодня пошел, кстати, я сегодня сейчас пойду через два часа регистрировать одного Шри-Ланка в поток, через которого я обменивал местные рубии. Сегодня я тысячу USDT вывел со сберкассы, по 500. 500 с сберкассы, 500 с моей сторожей вывел, обменял ему на 310 тысяч рупий. Он меня спросил, чем я занимаюсь, и, конечно, пошло-поехало. Вот мы сегодня договорились, чем с ним встречаться, чтобы после эфира пойду его регистрировать. Так что скоро, сегодня откроем на Шри-Ланку еще подключить. Шикарно, молодец. И там чемодан надо, наверное, взять, чтобы 310 тысяч рупий. Нет, вот, видишь, они вот так вот выглядят, только это не все деньги, вот рупия местная. Там много ноликов, да, просто? Много ноликов, да? Нет, 5 тысяч, это 5-тысячная купюра, она самая крупная. Больше нет, крупнее нет. 300 тысяч рупий, ну, это немного, как у нас тоже, такие же номиналы денег, как рублей. Все понял. Хорошо. Так, ну что, подытожим, значит, реферальный бонус, друзья мои. Реферальный бонус от 2 до 7 процентов, в зависимости от потока, который открывают ваши приглашенные, которым вы рассказали просто откуда берете деньги. Просто мы никого не зовем, никого не приглашаем. Мы говорим просто, где мы берем деньги по чесноку, вот и все. Для того, чтобы быть свободным человеком. Второе, конечно же, второе, это лидерский бонус. Вот Сергей сейчас рассказал, что такое быть лидером. Это когда у вас в первой линии 10 человек и более, вы проходите соответствующее обучение, сдаете экзамен у топ-лидера и становитесь на совете лидеров, собираемся и принимаем решение о присвоении вам должности лидера. Да, это не статус, это должность. И там есть определенные должностные обязанности, и нужно им соответствовать. Вот, друзья мои, лидер, у лидера открываются потоки по лидерским ячейкам до седьмого уровня, по ячейке участников, которых он лично консультирует, до бесконечности. Друзья мои, это бесконечные, наверное, возможности, да, Сергей? Ну, конечно. Когда вы с лидером, вы мало того, что с первой линии получаете, вы еще дополнительный бонус получаете, получается структурный. И не только с первой линии, а со всей глубины до бесконечности. Вот у меня в первой линии получается 130 человек, а всего в моей лидерской ячейке 300 человек. Вот я со всех, не только со своей первой линии, а со всех 300, а 300 я там еще пригласил на моих приглашенных, 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 приглашенных в глубину, там идут до бесконечности. Со всех из них я получаю 5% с растущего потока. Это только с растущего потока. Со стартового потока тоже там сколько, 2% или 3, по-моему, процент или 2. И с остальных потоков тоже. Вот регулярно все люди постоянно открывают потоки. Я их учу как правильно открывать потоки, их наращивать. Из каждого движения, из каждого действия идет реферальный. Заходишь в кабинет, обновляешь его каждый час, и каждый час у тебя суммы растут, растут, растут. В день выходит тысяч по 40, по 50 тысяч только одних реферальных начислений. Представьте, только одни реферальные. Не считай то, что еще потоков. Не успевать их тратить. Шикарно. Я желаю всем вам дойти до такого момента, чтобы вы бы не успевали тратить. А это реально возможно с нашей системой, которая создавалась, повторяю, 11 лет, друзья мои. Шикарно. Мы немножко познакомили вас с возможностями кабинета, но это не все возможности. Я даже записал специально, летом еще записывал. 17 у нас денежных возможностей. А если сложить вообще все, да, со всеми четырьмя платформами, там в каждом потоке, да, если все сложить, то там намного больше. И будет еще открываться, потому что у нас еще не полностью запущена наша финансовая экономика. У нас еще впереди нас ждет и товарно-денежный обмен за нашу криптовалюту и так далее и тому подобное. Социальный агрегатор вот мы ждем. Но нужна ваша готовность. Нас всего лишь несколько сотен тысяч, но нам нужно несколько миллионов для того, чтобы мы полноценно функционировали уже в рамках нашего параллельного финансового мира. И это прекрасно, что у нас такие шикарнейшие перспективы роста. А рост очень огромный. Поэтому, друзья мои, не просто так наши, говорится, кураторы уже и в ООН ездили, да, уже вели переговоры о том, что показали нашу модель и там очень заинтересовались. Поэтому посмотрим, к чему это все интересно приведет. Ну а мы идем, как говорится, своим путем развития команды для того, чтобы вы имели возможность иметь деньги каждый день. Теперь давай немножко, Сергей, познакомим наших участников с нашей финансовой инфраструктурой. Что же есть у нас? Что же мы создали за эти, как говорится, 11 лет? Что есть сейчас у нас в доступе? Создано намного больше, но что-то у нас есть в доступе, а что-то нам не дают пока еще в доступе, потому что мы не готовы это взять слишком много. Как говорится, надо мышцу еще накачать определенную. Что у нас есть в доступе и как этим пользоваться в трех словах? Сейчас в доступе у нас есть 4 фонда взаимного финансирования. Рублевая зона, испанская зона, которая в евро работает, еврозона, которая в евро работает, польская зона, польская платформа, где все в польских злотах. И еще в планах, насколько я знаю, открываться во всех странах будет отдельная своя платформа. То есть такое масштабирование на каждое государство. В каждом государстве будет фонд на местной валюте. То есть все будет это взаимосвязано. Есть два криптовалютных платежных сервиса, полноценных Сберкасса и Монистордж. Я, допустим, сейчас живя здесь на Шри-Ланке, банковская карта мне стала уже неактуальной. То есть я со Сбера, у меня на Сберкарте денег нету, потому что я здесь оплачиваю все напрямую со Сберкассы Монистордж. Вывожу, хожу в кафешку, кушаю, оплачиваю со Сберкассом. Прямую перевожу ЮСДТ. Вот вчера оплатил гостиницу, где я сейчас отживу. 200 ЮСДТ вчера выгнал, а еще на 5 дней. Вот сейчас пока мы подбираем эту виллу, какую арендовать, чтобы еще не пожить здесь. Думаю, тоже договоримся, чтобы ЮСДТ оплатить. То есть полноценный платежный сервис, с помощью которого я уже сейчас здесь оплачиваю все необходимые ресурсы жизненные обеспечения. Жилье, еда. Я думаю, одежду сейчас тоже подойдут, где в магазин можно одежду покупать. Везде я это все делаю со Сберкассы. Представьте, то есть с банковского сектора я выпрыгнул, можно сказать, здесь, на Шри-Ланке. То есть мне, в принципе, не надо. Сейчас еще Шри-Ланкийца этого зарегистрирую, научу его. Вот, и объясню ему, что тоже можно с моей стороны же вот так вот делать. Тут сейчас очень быстро эта тема распространится. Вот. Помимо этого, у нас еще есть наша собственная валюта. Валюта. Ну, как мы называем ее криптовалютой, по сути, это является электронным расчетным средством, да, на одном уровне CBDC, там, Брикс, там и так далее. Вот, со своей инфраструктурой. Сейчас смотрю, последнее время, последние дни, по пошел интерес у людей на майнеры. Майнеры покупать, майнеры стали люди. Так смотрю, там, вчера писали люди, ребята, там, что купили им, купили майнеры, начали майнить, купили токены. Вот, это у нас полностью Дмитрий Васади Басарин разработал инфраструктуру для забычи e-currency, да. Вот, то есть мы ее майним, мы ее используем в потоках, мы ее используем для хранения, для увеличения капитала. И вот если взять тенденцию в последний год, например, e-currency, у нас плавно, 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 плавно растет. И скоро эта монета станет дороже, чем биткоин. Я вот в этом верю, я в это как не во что другое, мне кажется, что так оно и будет. Потому что в этой экосистеме в нашей, мы ее вращая постоянно в наших потоках, она у нас вырастает. С детства, у нас люди регулярно все каждый день покупают капиталюльты и каренсия. Кто сегодня покупал капиталюльты и каренси, напишите в чат, просто посмотрите, каждый день, я вот каждый день покупаю там поскольку-нибудь, и многие из нас тоже каждый день покупают, кто открывает регулярно потоки, если того, что мы ее покупаем, мы еще ее маним. Вот. Помимо этого, что у нас еще из инфраструктуры? Блокчейн. Есть у нас и система электронных паспортов. Да, EADCars. Это система, по которой мы везде авторизируемся. То есть это наша система безопасности. Причем, вот Дмитрий Васадин разработал эту систему и запустил еще как раз в 16-м году. Мы пришли, она уже была, да, Андрей, по-моему, эта система? Да, она была. EADCars, где при помощи при помощи одного сервиса мы авторизируемся во всех наших проектах. То есть даже на майнинге Cryptex. Вот. Сегодня что мы наблюдаем? Что Сбербанк есть, EADCars, Яндекс. Мы через Яндекс заходим и в Яндексе, и в Польше там через EAD, ID ВКонтакте, да, ID ВК есть. То есть уже все гиганты, да, монополисты IT-индустрии, допустим, в России, они вот только сейчас начали внедрять вот эту вот механику, потому что она удобна. Вот. Блокчейн, да, на котором это все держится, то есть результата у нас, разумеется, используются блокчейн, причем блокчейн используется еще, использовался еще до того, как он стал настолько популярным, да, и динамитрия васада, опережая время на несколько шагов вперед, может быть даже больше, чем на несколько, уже используют все передовые технологии, плюс нейросети у нас управляют, это тем всем переросподеление, вот этими сложными арифметическими расчетами. В общем, у нас достаточно, наверное, самое технологичное сообщество и инфраструктура, которую можно придумать вообще, которая существует сегодня в мире. И даже Илон Маск со своими полетами в космос нервно куриц в стороне, потому что эти полеты в космос, они никак не влияют на жизни людей. Вот. А наша система, она делает жизни людей гораздо круче и качественнее, вот, освобождает их с финансового рабства. Поэтому наша система, она гораздо круче, чем все Билла Гетти и Илон Маски вместе взятые, как вот на мой взгляд. Я с тобой абсолютно согласен. Да, еще здесь на планете Земля не научились жить, а уже в космос летают. Сначала пускай здесь люди все хотя бы сытые будут, нормально, а потом уже можно уже в космос отправляться и вот это вот транслировать дальше, да? Вот. Шикарно, шикарно. Теперь, друзья, вы познакомились с нашей финансовой инфраструктурой. Это часть маленькая, огромного замысла. Это вот то, что Сергей вот сейчас перечислял. Первое, второе, третье, четвертое, десятое, двадцатого. У нас только 9-10 сайтов в доступе. Где-то вот так вот, понимаете? И между ними вы тоже можете вот так вот многое что сделать интересного. Так вот, друзья. И причем у многих вот этих проектов, то у той же самой Сберкассы, Монисторж, своя где-то реферальная программа, да, партнерская. Это тоже можно этим пользоваться. Ну, если мы сейчас начнем все прям вот прям все рассказывать, мы тут будем часа три, наверное, сидеть. Мы, в основном, по основным моментам, которые вот вам, на которые вам сейчас стоит обратить внимание, мы по ним прошлись. Вот если вы даже вот только денежные потоки и каренсии начнете изучать, начнете использовать, применять в своей жизни, у вас денег уже становится больше. Потом, когда у вас денег становится больше, у вас становится времени свободного больше, правильно? Когда времени становится больше, свободного, вы начнете изучать уже маленькие каренсии, например, остальные всю сферу, и это будет тоже очень интересно и полезно. Это точно. Теперь вернемся к нашим шикарным вопросам. Давай пройдемся по вопросу, откуда деньги? Помните бриллиантовую руку? Жена ему такая, пистолеты и деньги трясет. Сеня, откуда деньги у тебя? Так вот и здесь, откуда деньги берутся? На ответ, откуда берутся деньги, я сейчас в последнее время отвечаю, что они у нас никуда не даются, чтобы браться. Представьте, друзья, мы все взяли все свои свободные деньги и скинули в один котел, а потом каждый начал брать оттуда столько, сколько ему надо на жизнь. Просто представьте на секундочку, что такое возможно, например. Нам на жизнь, по сути, много денег не надо. Нам надо много денег нашей жадности, нашему страху. Жадности, потому что нахапать-нахапать, а жадность вытекает из страха, потому что завтра может денег не хватить. То есть режим выжимания. И когда у нас закрываются первые две потребности, то, что денег нет и страх за завтрашний день, две первые две ступени в маслоу, вы успокаиваетесь. Вот у нас участники, которые к нам пришли лидеры, да, я часто слышу такие от них отзывы, что здесь какое-то спокойствие. Я обрел спокойствие, я выдохнул, я теперь могу спокойно жить, не думая о задавшнем дне. Вот когда в такое состояние человек входит, у него нет в голове этого намерения забрать больше. А даже если есть, у нас устроены так психологические, математические формулы, что вы не сможете это сделать. Система вам будет выдавать по расписанию ровно столько денег, сколько вам нужно. И вы будете брать столько именно, сколько нужно. Вас система воспитает так, чтобы не забирали больше. И вот представьте, так как в мире денег очень много, да, их хватит на всех, если собрать все деньги мира и вставить их ровно на всех участников, то всем будет всегда, каждый хочет закрывать полностью свои потребности. Вот эта модель, точнее идея, да, то, что денег в мире хватает, и то, что людям все одновременно деньги не нужны, да, мы все берем деньги в разное время. нас мы уже говорили, это когда обсуждали потоки. Вот. И когда все люди будут отдавать себе деньги свободные в один котел, а потом каждый будет брать, да, то денег будет всегда всем хватать просто. Вот за счет, знаете, есть такой термин, как в банке, частичное резервирование, частичное резервирование. Вот вы знаете, что в банке, в банке, лежат примерно 20% денег из всех, что они должны людям. Если там хотя бы 30% людей придут и попросят свои деньги, чтобы им выдал банк, банк не сможет им выплатить эти деньги. Но это не мешает банку работать там десятками лет, правильно, и развиваться там еще и всякие продукты придумывать. Вот. Они держатся на коэффициенте одновременности. То, что одновременно все люди не приходят в банк, да, это как вот, ну, банкиры об этом очень хорошо, ну, на этой статистике бизнесовую делают. То, что все люди тратят деньги в разное время и что все люди не приходят одновременно забрать деньги. И от носа деньги, допустим, храня в банке, да, вот вы держите деньги на счету в банке, да, вам кажется, что они как бы, ну, у вас на счету лежат, а по факту получается, что банк вашими деньгами пользуется. Он их там отдает кому-то другому под кредитные, это, когда вы пришли, там, вы же не забираете все деньги, у вас там лежит миллион в банке, вы же тоже не приходите и не забираете его весь миллион сразу. Вы там пришли, там, взяли 100 тысяч, например, ну, или 10 тысяч, сколько вам надо, дергайте потихонечку. Вот то же самое здесь у нас с фондом, вот. У вас основной капитал, весь мой капитал, да, он лежит у меня только в сберкассе, в мани-сторедже и в наших потоках. То есть я не на криптовалютных биржах больше денег и деньги не храню. Сколько мне надо, я вытащил, пошел потратил, сейчас, допустим, с этим шриланкийцем сейчас договорюсь, а он администратор в кафе в этом. Я вывел деньги со сберкассы, оплатил ему ЕСДТ, он взял ЕСДТ, загнал их обратно на сберкассу и открыл себе поток. То есть закольцовка, когда происходит это, не закольцовка, а замкнутая система, как вот в банке. Я, допустим, захотел у Андрея купить машину, я что сделал, я взял, Андрей перевел со своего счета банковского на его счет, он мне передал машину. По сути, деньги из банка не вышли, они просто из меня с циферки списались, у Андрея прибавились. Вот примерно то же самое и у нас происходит, что деньги, они никуда не даются, все идет к тому, что мы скоро будем их просто внутри использовать в сберкассу, как наш онлайн-банкинг, все к этому идет. Ну и так как люди постоянно же хотят денег все больше и больше было, они постоянно их несут в потоке. Потоки имеют свойство заканчиваться, за счет того, что их нужно постоянно поддерживать, мы их постоянно крутим внутри экосистемы, даже если мы деньги выводим из потока, они у нас лежат на сберкассе, мы часть берем на жизнь, на часть покупаем гекарнси, у нас гекарнси уже лежат в сберкассе, то есть конвертируем их в разные валюты, в общем, это целый такой мир, экономический мир, где деньги попадая туда, уже оттуда не выходят, они там внутри начинают циркулировать. Никуда они не даются, и вот за счет этого у нас происходит такая тема, что денег всегда всем хватает. Сколько вам надо, вы берете на жизнь, и они всегда есть в системе, потому что они постоянно прибывают, мы потихонечку из банковского сектора все деньги всасываем в себя, на наше сообщество потихонечку. Вот эта информация в виде денег, она из банка переходит сюда, к нам, циферки, перетекают к нам, и внутри нашей системы они циркулируют. Вот, короче, вот это, не знаю, поняли такое глобальное объяснение, откуда деньги? Давай я немножко, да, да, это действительно очень глобальный вопрос, чтобы вам понять, откуда деньги, нужно немножко здесь повариться, да. Дополоние, они, во-первых, из многих источников, во-первых, правильно, Сергей сказал, они никуда не пропадают, то есть они никуда не, мы просто друг другу им их перегоняем, вот и все, и все в свое время закрывают потребности, да. Вот, от прогнозируемого роста курса криптовалюты и каренсии, тоже хорошая статья дохода, потому что на данный момент наши и каренсии, если сравнить даже с прошлым годом, Сергей, помнишь, в марте где-то 2 рубля с копейками стоило, да, и каренсии, а сейчас 70, друзья мои, 70, вы не ослышались. Это сколько иксов? Это, блин, 20 больше иксов, понимаете, да, за год практически. А что будет? Это еще марта нет, сейчас еще только февраль. Вот, что будет в марте? Думаю, 25-30 иксов даже может быть без проблем побить. Идем дальше. То есть, а это немаленькая сумма, 20 иксов за год, друзья мои, об этом многие криптовалюты на биржах мечтают, такой рост делать. Вот, что еще, да, многие путают такую вещь, как коммерческий проект и касса взаимопомощи. Вот скажи, пожалуйста, Сергей, вот что, в чем разница, вот почему коммерческом проекте можно больше потерять, и вот как вот тут у нас Максим Николаевич, вот он пишет про какие-то ручонки, говорит, если кто-то ручонками своими залезет, говорит, и все, говорит, не все вы останетесь без этого. Давайте расскажем про эти ручонки, в чем разница между кассой и взаимопомощью. Коммерческий проект, коммерческий проект, он создается с целью наживы создателям этого проекта. То есть, вот все, что в мире вы видите сейчас, в данный момент, все биржи криптовалютные, все проекты, бизнеса, заводы, магазины, они все, это все создает, даже пенсионный фонд и государство. Это все создано с целью перераспределить деньги из кармана пользователей этих систем в карман тех, кто эти системы придумал. То есть, весь банковский сектор работает на банкиров. Все люди работают на банкиров. Все, если вот взять глобально это все визуализировать, то все деньги стекаются из карманов людей обычно в карман. Вот это вот 1%, 9% тех, кто этим всем управляет. Вот куда бы вы ни пришли, в какой бы проект экономический с целью заработать, задача этого проекта заработать на вас. А у вас задача заработать на этом проекте. И как вы думаете, кто кого? Вот вы пришли на биржу криптовалютную торговать, там где задача у создателя биржи заработать на пользователях биржи. И вы пришли такие на его поле в надежде обыграть их. Да, с какими-то там роботами торговыми якобы, которые там под искусственным интеллектом торгуют в нужные моменты, ставят ордера. Нифига подобного у вас не получится. Я не знаю ни одного трейдера успешного, который бы жил на той же Шри-Ланке или там где-нибудь и занимался торговлей успешно. Не существует это все мифические люди. Есть те, кто создают и зарабатывают на тех, кто верит в эти сказки. Вот и все. А некоммерческий проект, как кажется, взаимопомощи. Здесь нет цели у создателя заработать на людях. Здесь все деньги, которые заходят в систему, они и распределяются на всех людей. Любой банк может позволить себе выплачивать гораздо больше процента, чем выплачиваем мы. Значит, наш фонд может позволить. Но, конечно же, им зачем это? Они деньги себе в карманы пыхают. Не зря же не олигархи, а банкиры. Самые богатые люди на этой земле. Они просто перераспределяют деньги из ваших карманов в свой. У нас система перераспределения из кармана мой в карман Андрея. Из кармана Андрея в карман еще кого-нибудь. Вот так вот циркулируя, циркулируя. И так как денег, опять же, повторимся, в природе очень много, их хватит всем, достаточно всех, то равномерно, справедливо их перераспределив, мы все оказываемся в полном достатке. Так как нам денег, по сути, много не надо. Миллионы в месяц, на каждую очередь, на семьи, нам вполне достаточно. Если вы будете зарабатывать даже 10 миллионов в месяц, то вы можете брать, берите только миллион, потому что вам больше не надо. Остальные деньги пусть другие берут. Вы их в потоке отправляете, в этот момент кто-то другой их берет. И таким образом, по такой модели, если мы будем все действия, денег пусть это хватать в системе, этот проект не является коммерческим, потому что у организатора Дмитрия Васадина нету цели на нем зарабатывать. Он об этом официально говорил в своих выступлениях, то что у меня нет цели, я с этого проекта еще не зарабатываю. Более того, нету в планах что-то зарабатывать. Ему этот проект нужен как расширение сезона своих влияния. Потому что когда у тебя есть огромная армия людей, счастливых и богатых с деньгами, которые слушают, что ты говоришь, делают, что ты говоришь, все действия, то можно очень большие дела воротить в этом мире. Людей накормить, напоить, дать им денег, дать им закратить все их потребности. Эти люди потом будут безмерно благодарить тебя и становятся осознанными людьми. С такими людьми можно уже делать какие-то более глобальные дела по изменению уголовного устройства. Шикарно, шикарно. Касса взаимопомощи создана, чтобы накормить, оказать взаимопомощь. Вот это единственная ее цель. Это некоммерческий проект. В нашем случае, в нашем случае, наше сообщество создано сытым человеком, уже сытым. То есть на момент даже задумки он уже был финансово свободным человеком. И он только пять лет думал, друзья мои, с 2006 по 2011. А потом только вот инсайт, Сергей, я только буквально получил недавно. Потому что еще два года же ведь прошло с момента того, когда уже он все придумал. Еще два года. Он ждал, когда эпоха перейдет. С эпохи рыб в эпоху водолея. Когда только она перешла, и 15 января запустилось сообщество. Еще, понимаешь? Насколько грамотно старт был сделан. Все вымерено, высчитано все, филигранно просто. И выжданно, выждан момент. Семь лет, друзья мои. Вы способны ждать семь лет? При условии, что у вас есть все, чтобы сейчас это делать. Не способен. Мало кто способен ждать семь лет. Это уже все готово. Модель есть, все есть, да? Казалось бы. Терпения не хватит. Просто у обычного человека. Дмитрий Васадин, он необычный человек. Он понимает, как в жизни все интересно устроено. Так вот, касса взаимопомощи, то есть наше сообщество, грубо говоря, возьмем так, создано сытым человеком. Сытый человек создал систему для голодных, чтобы они объединились и себя накормили. Понимаете, да? Коммерческий проект создан голодным, чтобы накормиться за счет голодных. Понимаете? Другие голодные ему принесут, он станет сытым. А они так и были, так и есть, останутся голодными. Вот это надо четко, прекрасно понимать. Любой коммерческий проект, да, да, все. Любой коммерческий проект, он создан с единой целью, накормить хозяина. Все. Больше никакой другой цели нет. Это единственная цель. И вы никогда фирму даже не зарегистрируете частную и не сможете написать в уставе, создано для того, чтобы там что-то людей сделать счастливыми. Вам скажут, вот ты что, ты куда пришел? Ты фирму коммерческую хочешь регистрировать, либо благотворительный фонд. Такой коммерческий фирм у тебя скажет, ну, пиши, значит, нормально в уставе цель. Цель – получение прибыли. Все. Другой цели нет у коммерческой организации. Вот. И те, кто не делал бизнес, то этот не понимает даже вот этого элементарной вещи. Дальше. У нас очень интересно, вот в классе взаимопомощи, в сообществе, интересный принцип. Вот только тоже инсайт получил, да. Принцип даже заложен в короля арбора, да. Первый среди первых, равный среди равных, король среди королей, да. Вот очень интересно этот момент. Вот. И он очень хорошо тоже реализован, да. Дальше. Откуда у нас деньги? Потому что они не уходят к хозяину, как я уже сказал. То есть они остаются все в системе, да. А хозяин забирает, это, как правило, 30-100% всего дохода. Это, ну, основную часть дохода, основную часть сливок забирает хозяин. Вот. Дальше. У нас огромное пополнение наших денежных потоков. То есть наши потоки пополняются за счет нас самих. То есть я хочу получать больше, и я дальше пополняю поток. Он мне дает еще больше. Я опять его пополняю, и я еще пополняю, и еще пополняю. Он мне дает с каждым разом все больше, больше и больше. Это круговорот денег в нашей системе. Так же, как круговорот воды в природе. Вы же не паритесь, откуда вода будет? Вода, бап, и свалилась на вас, на голову. Так же и тут. У нас так же круговорот денег в нашей системе. Сделаны по принципам. По принципам матушки природы, как говорится. Вот. Мы сколько всего перечислили, целых минут 10-15 рассказываем, откуда берутся деньги, но детально вы сможете это понять только тогда, когда вы начнете разбираться, кнопочку нажимать, смотреть, как что работает, где что перетекает, втекает, вытекает, и вот тогда вы начнете иметь общее представление. По сути, это даже не надо понимать, тут надо просто доверять, мы все равно это не сможем своим мозгом объять, нет необходимости это делать. Это придумал все один очень гениальный человек-математик, который очень хорошо умеет считать, который в 100 раз круче, чем мы вместе взяты, используя все самые передовые технологии, используя свое глобальное видение, психологию и высшую математику, интегралы, математический анализ. Я после того сообщения залез в YouTube, решил изучить, что такое математический анализ и интегралы, у меня там голова лопнула просто после просмотра первых 10 минут, я думаю, офигеть можно. Если я слушаю, смотрю эту математику, при всем своем, я считал, что я умею считать, немножко хотя бы умел, в потоке могу увидеть, но залезть в интегралы, в высшую математику, математический анализ, я понял, что нахрена мне надо. Я буду на пляжике гулять туда-сюда с кокосиками и просто пользоваться этой системой, я уже, ладно, думаю, бросил это дело, считать, завязал с тем делом, просто теперь пользуюсь и голову не грей, откуда, чего, я знаю, что эта система уже 12 год работает, я мне 6 лет, получаю деньги, все хорошо и все. И не надо думать о том, откуда берутся деньги, это не коммерческий проект, деньги здесь были, здесь есть и здесь будут всегда. Отлично, шикарно, да, несмотря на то, что у меня два высших технических образования, курс высшей математики я сдал и довольно хорошо, поэтому скажу честно, ну вам туда не надо, вам туда не надо, и это глупости этим всем заниматься, когда уже все сделано, все шикарно работает, поэтому заточено все по высшей степени. Сергей, еще такой вот вопрос, что, типа, наша система живет только на новичках, вот, новички и все, новички на 3000, представляешь, нас с тобой кормят, это просто новое. Давайте тогда так, назовите хоть один бизнес, который будет существовать без притока новых людей, давайте с этого начнем, да, хоть один бизнес, любой, магазин, хоть это будет ларек на обочине дороги, хоть это будет криптовалютная биржа, там, или какая-то глобальная корпорация, типа Яндекса, где люди каждый день заходят в поиск, сбиваются. Даже тот же доллар, если не будут им пользоваться, он тоже загнется, да, то есть люди это двигатель любого процесса, во-первых, да, вот, но, так как у нас все зависит не от людей, а от денежного потока, да, деньги это как двигатель и переносчики пользователей денег, да, и старые участники вносят денег в систему, гораздо больше, чем новые участники, то есть вы посмотрите кабинеты топ-лидеров и посмотрите вот в чатах их скриншоты, они заливают денег гораздо больше, чем новички вместе взятые, то есть при поток денег, он формируется не только за счет новых людей, малые люди, новые люди, это всего лишь там небольшой процент от вливания вообще в систему, да, в основном это движ наводят старые лидеры, крупные лидеры, топ-лидеры, и так далее, вот, а новые участники со своими тремя тысячами рублей, они тут как бы, ну, роли особо не это самое, вот, поэтому здесь все держится именно на циркуляции денег внутри системы и на том, что каждый не выгребает все, что ему там накапало, а берет именно столько, сколько ему надо на жизнь, а остальное все держит в денежных потоках. Вот эта механика, она как бы отличает, можно сказать, одно из отличий фундаментальных от других проектов, где люди, как вот, ну, помните видео Дмитрия Васадина, где он говорил, чем отличается финансовая пирамида, да, от Меркурия? Ну, психологически настроен, то есть, если участники пришли сюда с целью внести 100 тысяч, а через полгода забрать 250, это получится, что финансовая пирамида, психологически. Если участник пришел сюда, внес 100 тысяч рублей в расчете, то, что он потом еще положит, потом возьмет, потом опять положит, потом, то есть, крутить эти деньги внутри, да, постоянно генерируя себе прибыль, нету прибыль, живя, это будет касса взаимопомощи, да, то есть, психологически настроен, и чтобы люди правильно к этому относились, мы вот и проводим регулярно такие вот встречи со звоном, объясняя всю эту концепцию, объясняя, что мы же хотим, чтобы это работало вечно, да, Андрей, ты же хочешь, чтобы это работало вечно? Конечно. Я этого хочу, чтобы работало вечно, и все вы хотите, чтобы это счастье никогда у вас не заканчивалось, так давайте будем действовать по этой концепции, и всем будет все хорошо. Всегда будет все хорошо, бесконечно, все хорошо, и у ваших детей будет все хорошо, и у внуков ваших будет хорошо, все, вот, если мы просто будем соблюдать эти простые правила, вот, и этим отличается, то есть, не на новых людях все держится, на нашей с вами психологии все держится. Это точно, это точно. Так, еще один вопрос, чем отличается пирамида финансовая от кассы взаимопомощи с точки зрения структуры? Ну, в пирамиде, ну как, пирамиды-то бывают тоже разные, да, есть государственная пирамида, долларная пирамида, пенсионный фонд пирамида. Эта пирамида подразумевается, ну, как общепринятым понятием, это там, где люди теряют деньги, да. То есть, можно смело называть доллар пирамиду, пенсионный фонд можно смело... То есть, деньги уходят вверх, да, в время, туда. Да, да, где деньги уходят вверх, либо где создатели в какой-то момент с деньгами сбегают. То есть, как бы, ну, все же... Пирамида пошла с 94-го года, когда Мавроди, да, запустил там МММ, по сути, касса взаимопомощи была, ее обозвали пирамидой, 20 лет людям в уши вкручивали через СМИ, что пирамида это плохо. Хотя, мы с самого рождения только родились, уже попали в пирамиду эту банковскую, да. То есть, опять же, пирамида в общепринятом понятии подразумевается потеря денег, вот. Ну, так вот ментально. А, это финансовая пирамида, значит, человек подразумевает, что там все потеряют деньги. То есть, у нас деньги никто не теряет. Вот, не знаю, можем назвать это финансовая пирамида, можем не называть это финансовая пирамида. Сначала надо разобраться в этом термине, дать ему четкие определения, что человек подразумевает под темно-финансовая пирамида. Это когда вот это вот все раздувается, а потом бах, все слопнуло, все потеряли. Ну, конечно, это вот все. 99% вот таких проектов у нас в интернете предлагают различные там инвестиции во всякие криптовалюты, коины, там роботов торговых, там матрица. Матрица вообще прям уголимая пирамида, можно сказать, прям, потому что все стекается, да, наверх. Поэтому здесь есть четкое перераспределение равномерное, а есть вот все, которое стекается в создательном проекте. Поэтому, да, ну вот в моем личном понимании, да, вот если деньги стекаются вот вверх, вот так вот, да, это пирамида. Если деньги, как у нас, распределяются в одноранговой сети через справедливое перераспределение, то есть это уже касса взаимопомощи. Вот, это вот, как костер в поход пошли, вокруг все сели и поели, да, вокруг одного костра. И неважно, какая у тебя там должность в этой коммерческой фирме, к которой вы пошли в поход, да, директор, там, или главный инженер, там, бухгалтер, там, или обычный рабочий. В отток круги все сели вокруг костра и поели. Поэтому... Поставили котелок на костер, кто-то кинул лук, кто-то картошку, кто-то свеклу, появился больше, взялись и наелись. Все сыты, да, и все довольны, и все опять могут жить, в новый день пойти. Кто-то за дровами метнулся, кто-то спички перенес, кто-то воды пошел в реке набрал. Вот есть, как бы, принцип кооперации, да, все скоопилировались, объединили свои усилия и ресурсы, кинулись и получили какой-то результат, которым всех хватило. Примерно как же, ну, по принципу кооперации у нас уже, можно сказать, все функционирует. Шикарно. Сергей, сейчас давай, может, поотвечаем на вопросы, может, у кого-то есть вопросы, может, поднять руку. Так, Надежда М, открыт микрофон. Так, еще раз. Попробуйте, Надежда М, можете говорить. Получается у вас? Так, Ирина Ковалева тоже микрофон. Микрофон, почему-то, Надежда, не включается микрофон. Ирина Ковалева. Ирина, нажимайте центральную кнопочку. Подайте мне админы, вот тоже включать. Тут, Ирина Сметанина, и Сергей Пенкин, я вижу, и Любовь поднимает руку, включая всем подряд, кто поднимает руку. И пусть кто первый, тот и задает вопрос. У меня, наверное, подзависло. Администраторы, все, кто в чате, помогайте включать микрофон. У вас есть функция включения микрофона. Нажимайте на красный зачеркнутый микрофончик и включайте микрофоны. Сергей Пенкин включил микрофон. Отлично. Сергей. Слышно? Сергей, прием. Я не вижу, чтобы он был включен микрофон. А, он рукой тянет. А вот сейчас включен. Здравствуйте. Очень приятно вас слышать, Сергей, Андрей. У меня вопрос вот такого характера. Допустим, я могу открыть поток накопительный, скажем, создать, зарегистрировать своего ребенка. Ей, допустим, полгода, и создать ей платформу накопительную. Вы можете в своем кабинете ей эту платформу открыть. Что-то у вас плохо слышно. Специально выделите в своем кабинете накопительный поток специально для своей точки. Я вас не слышу, плохо слышно. Сейчас слышно? Алло, алло. Я нормально все слышу. Я тоже все нормально слышу. Сергей, попробуйте перезайдите. Давайте пока следующий вопрос. Андрей, может быть, вы ему ответите. Может быть, действительно, у него звук заедает и не слышно. Вот Сергей сказал, а вы перескажите, наверное, так у него. Потому что у него, его я тоже очень-очень плохо слышу. Татьяна, у вас 10% показано, что звук в микрофоне тоже плохо слышно. Давайте, Татьяна Гуляева, давайте вы его задавайте. Андрей, Сергей, да, спасибо вам за предоставленное слово. Хочу, во-первых, вас поблагодарить за ваши голосовые, которые дают очень информации. Хотя я в проекте уже в сообществе в нашем 7 месяцев. Но каждый раз, слушая ваши голосовые, я очень многого беру для себя. Очень много знаний получаю от тех голосовых, которые вы проводите. Поэтому огромная вам благодарность за ваши голосовые. И еще маленький такой вот подскриптом хочу сказать. Вот в гостевом чате вы закрыли пересылку копирования. Если можно, открыть. Потому что очень много информации полезной у вас есть в вашем гостевом чате. И мы берем для своих каналов, да, мы пользуемся для работы. Если можно, то откройте, пожалуйста. Если будет возможность, то откроем. Но на данный момент это все закрыто, в том числе и чтобы безопасность соблюдалась. Поэтому это правило этого чата. Есть куча других чатов, пользуйтесь ими тоже. Все понятно. Ну все, спасибо вам за ваш такой голосовой, который насыщенный. Который узнаешь много информации. Очень общительно. Все приятно было. Спасибо вам большое. Благодарим, Татьяна, за ваш отзыв. Давайте вопрос. Есть у кого-то вопросы? Нет? Можно? Мы уже больше полтора часа, да, полчаса у нас эфир. Нам нужны вопросы. Ага, здравствуйте, Сергей, Андрей. Я хочу, Сергей, задать вопрос тебе. Ты долго будешь еще в Шри-Ланде? Месяц еще. У меня здесь все хорошо. У меня есть там знакомые, очень хорошие знакомые, то есть тоже бизнесмены. И вот я пытаюсь выйти на связь, но у нее ребенок маленький, как она мне ответит. Я, наверное, в личку напишу, да? Хорошо, встретимся, я думаю. Я думаю, организуем встречу и познакомимся, пообщаемся. И самое главное, да, поймать не надо. Сергей, чувствую, скоро там офис откроют, наверное, да? Да, 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 я тут жить останусь, серьезно. Я тут уже, ну, как бы все условия есть, сберкассы, то есть карточками банковскими не надо там пользоваться. А в Таиланде нельзя было так рассчитаться? Нет, там обмениваешь. Ну, там тоже, в принципе, обменял на местные баты и живи. Вот, а здесь прямо вот мне нравится, что можно прямо переводить, не обменивая на наличку. Это вот очень круто. Еще лишнее действие не надо делать, да? Наличку с собой это вот таскать. Так, друзья, еще вопросы? У кого есть вопросы, новые участники? Можете писать, кто? Вот поднимает руку Галина Быкова, я вижу. Друзья, включайте микрофончики. Меня слышно, да? Да, слышно, Любовь. Здравствуйте всем. Вы знаете, я в этом чате оказалась буквально случайно, не с начала информации, но мне, вы знаете, неожиданно, просто для меня самой, мне очень понравилось. И хочется изучить, как бы, все это, чтобы уложилось в сознание стройными рядами, как говорится. Чувствуется, знания у вас глубинные, слушать вас очень интересно, очень познавательно. Огромное вам за это спасибо. И хотелось бы с Сергеем Белоусовым списаться в личке. Это возможно? Да, возможно. Спасибо большое. Хочу получить полностью информацию, зарегистрироваться и действовать. Спасибо. Отлично, действуйте. Все правильно, Любовь. Так, дальше, друзья. Добрый день. Меня слышно? Да, 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 слышно. Александр. Меня зовут Александр, и я из города Белорусска. Я знаю, что Андрей сейчас где-то в Белоруссию путешествует. Вы сами тоже из Белоруссии? Нет, у меня широкая география. Сам я сибиряк, но в Белоруссии есть родственники, поэтому я люблю эту страну. Ну, ясно. Хочу вначале поблагодарить вас за интересный рассказ. Я не так давно в этом проекте, где-то около трех месяцев. Я, что бы хотел, такой вопрос задать. Ну, очень приятно быть на созвонах, вот, в этом голосовом чате. Каждый раз узнаете что-то новое. За это вам большое спасибо. Вот. Ну, я еще прослушал несколько выступлений Дмитрия Васалина. Конечно, он талантливый очень человек, замечательный проект создал. Я бы ему, конечно, Нобелевскую премию дал. Занкт-ПРФ, потому что дает премии неизвестно кому, вот, а такому человеку, который уже сделал счастливыми и богатыми, наверное, тысячи и десятки тысяч людей, как-то обошли стороной. Поэтому давайте выходить как-то с радостом насчет этой премии. Но вопрос у меня не об этом только. Значит, я хотел бы спросить у вас, вот, слушая Дмитрия Васалина, да, он там говорил о каких-то тяжелых временах, потому что, ну, сейчас все хорошо. Сейчас выводы, значит, прибыль, все идет с потоком, вот, но были времена, когда были проблемы. Можете ли вы в двух словах рассказать об этой, об этой проблеме? Были разные времена. Были переходы с одной платформы на другую, были модернизации. И вот именно эти времена, про эти времена я говорил Дмитрий Васадин. То есть всегда все, как бы за 11 лет было много разных ситуаций, так как у нас очень большое сообщество, да, и большая аудитория. И не всегда эта аудитория делала, выполняла все рекомендации Дмитрия Васадина, не всегда это все правильно, правильно себя вели, да. Это вот сейчас уже спустя 10 лет научились себя правильно вести. Поэтому Дмитрию Васадину приходилось производить некие трансформации, которые сначала, поначалу не были многими поняты, а потом понимание постепенно приходило. Поэтому всегда все, что делалось, всегда все делалось к лучшему для модернизации, для того, чтобы подстроить систему под нашу технологию и под новые реалии, которые быстро меняются в нашем современном мире. Вот. Поэтому все хорошо. Сейчас у нас все выточено, вымерено, работает все безупречно, поэтому пользуемся сейчас нашими денежными потоками и наслаждаемся жизнью. Я, конечно, двумя руками за этот проект и буду его поддерживать и развивать тоже. Вот. Но все, но я надеюсь, что многие из нас, которые вот в этом проекте сейчас работают, наверное, пережили в других компаниях, не один скамп. И там, когда возникали проблемы в компании, и люди приходили с серьезной наживой, эта компания просто пропадала на себя. Уже тот факт, что 11 лет существует эта компания, это большой-большой плюс и доверие к ней. Спасибо вам. Спасибо за рассказ. Спасибо, Александр. Хороший вопрос. Но мы не компания, мы сообщество. То есть это новая форма, наверное, объединения вообще людей. Это новая форма объединения людей, да? То есть мы не какое-то юридическое лицо, мы не какой-то стране принадлежим. Мы международное объединение свободных людей по интересам. Вот считайте, что мы играем в игру такую, да? Вот сейчас многие люди, молодые люди, которые себя не знают, чем занять, они играют в танчики, да? Вот они приходят домой вот так и с жестиками сидят, как маленькие дети. Мне от этого немножко даже, ну не то что смешно, мне страшно становится, да? Что вот так вот залипают, причем серьезно, год сидят, два сидят, три сидят, представляешь? То есть этот человек настолько хочет уйти от этого всего мира, уйти вовнутрь, чтобы это, и уйти вот в эту игру. Так вот у нас другая игра, как наоборот, не вовнутрь уходить, а наружу, да? Ехать, путешествовать, смотреть этот мир, познавать себя. У нас другая игра. Вот. И по результатам этой игры у вас все будет хорошо. Вот в чем прикол, да? То есть она заточена так, что если вы будете соблюдать все правила нашего проекта, у нас раньше, когда мы пришли, Сергей, у нас правил даже не было. Дмитрий Васадин надеялся, что люди как бы все осознанно и слышат, и правильно будут все делать, да? Они сами себе где-то будут выжать, жадность умеривать где-то, но понял, что они нихрена не делают это. Вот. Они начинают относиться как к хайпу, начинают относиться, да? Поэтому создались и правила, которые вы все заполняете, и я в том числе, прежде чем зайти в проект, да? Вот. И так далее. То есть и все вот это заточено, чтобы у вас у всех было хорошо. Наша касса взаимопомощи создана для того, чтобы обеспечить социальный минимум каждому человеку. И если вы все будете делать как положено, у вас у всех все будет очень хорошо. Все верно. Следующий вопрос. Все? Нам расшелось. Алло, можно говорить, да? Добрый день. Да, Марина. Сережа, у меня к тебе вопрос. У меня две участницы, девушки, они лет пять назад, или четыре, они даже не помнят, они были в этом проекте и бросили его почему-то. Может быть, когда такие трудности, ну, не знаю почему, но они помнят свои почты и даже пороги. Хорошо, мы индивидуально давайте. Когда ты приедешь, поможешь, да? Да, да, решим этот вопрос, это индивидуально уже с вами поговорим. А мы, а в Омске когда будешь, мы тебя ждем? Ну, в мае планирую вот к вам на... А что, до мая будешь на острове? Дайте отдохнуть человеку, дайте отдохнуть. Видимо, да, я сначала планирую тут до апреля быть, наверное, а потом отсюда в Дубай и на криптофорум там в Дубай. А с Дубая уже, наверное, в Россию и к вам в Сибирь сразу. Сначала загореть надо хорошенечко, а то у вас там Сибирь в мае. Вот. Ну, в мае, в принципе, у вас тепло, поэтому приедем, я думаю, увидимся. Мы обязательно в этом году. Хорошо, потому что мы уже все, мы уже все здесь ждем. Хорошо. Идем тебя. Благодарю. Приеду обязательно. Я знаю, что в Омске у вас там целая ветка, структура прям большая. Сколько там у вас лидеров в одном-то Омске? Лидеров 15 только, наверное, из нашей команды, из моей структуры. Почему? Наверное, больше. У меня уже 5. Больше. Ну, даже больше. Даже больше 15 лидеров в одном городе, представьте себе, да, в Омске. Конечно, надо туда ехать. Конечно. Знакомиться со всеми лично и вот устраивать встречи такие. Да, благодарю. Ждем. Шикарно, еще вопросы, друзья. А ну и тебя, что, приезжай, раз ты Сибиряк, приезжай ты. Да, конечно. И Андрей приедет скоро, да. Приедем, приедем. Скоро будем все вместе ездить, так вот путешествовать. И это, и с Андреем, и Андрей тоже, в основном, тоже подключается уже в путешествие, да, Андрей? Уже вот-вот, завтра вот уже. Ну что, друзья, еще вопросы? Еще вопросы? Так, не помню, как имя, Быкова, женщина тоже отключала. Все включено, микрофоны должны быть. Задавайте вопросы. Добрый вечер, если меня слышно. Да, 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 да. Да, вот, да, Галиночка, да. У меня сегодня ровно год, как я заключила договор с нашей великолепной компанией, я уже лидер. И у меня вот такой вопрос к вам, ребят. Я очень внимательно всегда все слушаю, все обучаюсь. У меня вопросы по КФ-кам. Вот скажите, как вы думаете, как скоро они начнут с нами работать снова? Мы ничего не думаем, мы используем то, что есть сейчас. Когда включатся, тогда мы сразу об этом узнаем. Первые, да? Ну, конечно. Как включатся, так сразу мы в кабинет зайдем и увидим, что КФ-ки как-то опять... Мы не можем знать, как там придумал Дмитрий Васадин. У нас сейчас достаточно, помимо КФ-ков, достаточно возможностей для того, чтобы увеличивать свои денежные потоки и улучшать свою жизнь. Используем те возможности, которые есть на сегодняшний момент. В моменте, да. В моменте, да. Будут другие возможности, будем другие использовать. А сегодня используем эти возможности. Концентрируйтесь. Да. Концентрируйте внимание на текущем моменте, на том, что есть сейчас. Что будет и что было в прошлом, этого не существует. Что прошлого не существует и будущего не существует. Да, не подходишь. Благодарю за ответ. Благодарю. Что такое КФ-ки? Объясните, пожалуйста. Это с вами лидером поговорить и вам объясняют. Хорошо, мы сейчас... Хорошо. Не будем этот вопрос затрагивать, потому что он не является актуальным на данный момент. Это никак не повлияет на вашу жизнь и на новичков тоже. И вам лидер ваше расскажет. Еще вопросы? Сергей, здравствуйте. Извините, я, наверное, уже пропустил, конечно, видеочат. Я вам задавал уже вопрос. Я хотел бы увидеть, может быть, ссылку какую-нибудь на таблицу Excel, в которой вы часто даете. Можно ее как-нибудь заполучить и самостоятельно рассчитать свой подход? Бот, есть бот. Вот у меня в описании моего профиля, задите, там есть бот, в котором есть симулятор растущего потока. Помимо того, что есть в таблице, там в таблице нету ввода, нету вывода, а в этом боте есть. Поэтому при помощи бота вы можете поиграться и ощутить на себе всю прелесть этого растущего потока. Вводить, выводить и так далее. Спасибо. И еще, наверное, какое-то предложение. Может быть, сделать какой-то определенный чат или один, или два. Потому что, я извиняюсь, достаточно занятой, работы много. И получается так, что я как-то не открою чат, там уже 200 сообщений. И я боюсь потерять какую-то нужную информацию. А там, получается, друг друга поздравляем, друг другу доброе утро желаем, потом спокойной ночи желаем и так далее. Может быть, можно какой-нибудь чат сделать именно, чтобы он нашей темы касался? Есть официальный канал, у Андрея есть канал, у меня есть канал, есть официальный канал «Поток Кэш», где вы можете подписаться. Там нет такого потока, там не только более важная информация публикуется, оттуда можно ее черпать. А чат не для того и создано, чтобы создавать этот информационный поток, тоже поток эмоций, поток восторга, благодарности, пожелание доброе утро. Это вот все, поэтому... Просто мы, мужчины, немножко, да, мы, мужчины, немножко от чертовых существа. А вот женщинам надо немножко другой мир. Вот, поэтому нам достаточно сухого рукопожатия, и, в принципе, все мы поняли, да? Вот, а женщинам надо... Прекрасен этот мир, какое солнышко встало всем, понимаете? То есть, каждому свое. Эмоции, эмоции – это двигатель человека. Если бы у нас не было бы эмоций, нам бы вообще было бы это все неинтересно вообще жить. Мы бы легли бы, просто на диване лежали бы, да? Так что эмоции у мужчин, они просто более слаблены, ему же там более конкретика нужна такая, более прагматика, да? А женщинам, они, по-улюлюкать, там, шапки вы подкидываете вверх в чатах. Эмоции. Поэтому и то, и другое, оно, как бы, имеет место, и то, и другое можно в каналах, в чатах получать. Ну, если правильно, подписаться на кого-то, куда надо. Учитесь искать зерно среди шапок, подкинутых вверх. Вот, зерно истины. Вот это будет навык нашего информационного века. То есть, насколько вы быстро умеете, среди какого-то, ну, как вы считаете, информационного шума, увидеть зерно какое-то интересное. Насколько... Это очень важный навык в наше время. Это очень важный навык. Как найти то, что вам нужно, интересно, и мысль какую-нибудь. Иногда одна мысль меняет всю жизнь. Да, Сергей? Конечно. Один какой-то инсайд в голове. Да, конечно, Елена. Понять? Да. Андрей Дежечко, который сейчас разговаривал, у вас прекрасный лидер. Это Елена День. Поэтому все боты, которые Сергей поделился с нами, я вам в личку отправлю. И вы у меня в чате, где я все четенько, по полочкам, все, что необходимо, скинула. Поэтому добро пожаловать в чат «Деньги к деньгам», где вы уже есть. Спасибо, Лен. Я за вашими чатами постоянно слежу, смотрю. Спасибо. Отлично. Молодцы. Давайте еще вопросы. Кто? Смотрю уже долго. Можно мне сказать? Да. Алло. Да. Ну, наверное, уже вопросы исчерпаны, потому что действительно шикарный созвон двух лидеров, которые рассказали настолько доступно. И вот эмоции, тут говорят, что нет эмоций. Да, эмоции на наших лицах, и это видно. Сергей так вообще всегда улыбается. Андрей скромно, но тоже улыбается. Он хочет быть более таким серьезным на презентациях. Мы там очень прекрасные лидеры. Благодарю вас за доступную информацию. И снова записала опять себе некоторые лайфхаки, которые нужны для нас. Поэтому всего вам доброго, прекрасного. И благодарю за столь простой и качественный расклад нашего фонда, наших четырех площадок, как говорится, денежных потоков, и рассказ о нашем насыщенном фонде, который дает нам благодарность для жизни. Вот я хочу так сказать, что только благодаря нашим потокам, и не сомневайтесь, новички, заходите и не рассуждайте. Не считайте вы деньги, считайте те деньги, которые вы получите, которые вы будете тратить. Спасибо, Андрей. Спасибо, Сергей. Вы уделили время. Благодарю вас. Благодарю, Татьяна. Ну и задам, наверное, последний вопрос Сергею. Вот представь, что ты новичок. Да, и представь, что ты первый раз непонятным каким-то способом попал в этот чат. Вот ты вот смотришь на нас с тобой, и вот какие-то два сумасшедших вот тут о чем-то непонятно рассказывают. Про какую-то свободу, какие-то острова, какие-то деньги, какую-то кассу. Вот первый раз все это слышу. Вот что бы ты им пожелал, да? Вот что и первое, второе, третье? Да, да. Я бы пожелал первым делом снять корону, забыть все, что я знаю до этого, на время обнулиться, с чего все начать. Выбрать себе наставника, который уже прошел путь и преуспел в этой системе. Вот, и более того, ну, и вгрызался бы во все эфиры, смотрел бы все презентации, посещал бы все мероприятия, смотрел бы все записи Дмитрия Фасадина, просто штудировал бы информацию. Нет, сначала открыл бы все виды денежных потоков на максимально доступные для себя суммы, а потом бы вгрызался в информацию и погружался, изучал и наращивался в основные потоки. Все свои свободные деньги, которые у меня были бы, я бы просто отдавал бы в потоке и учился бы правильно управлять, жиглировать и брать деньги из потока, тратить на улучшение качества своей жизни. Если бы у меня было денег мало, я купил бы себе шапку модную какую-нибудь и ходил бы в ней по улице, чтобы мое окружение узнало, что у меня в жизни какие-то происходят бурные изменения, да? И, разумеется, я бы рассказывал всем о денежном потоке, чтобы получать деньги из фонда, таким образом у меня денег становится бы еще больше. Я бы буквально через уже пару месяцев уехал бы на Шерлангу, не через год бы, а на второй месяц бы. Поэтому очень важно, друзья, открывать, не сидеть, не думать, не ждать, не сомневаться, а просто с руками, с головой, с ногами залетать во все виды потоков просто на доверии. Вот. И максимально стараться посещать все наши мероприятия, поставить себе цель, если вы, допустим, работаете в найме, да, то уйти с найма, оставиться свободным человеком. Сделать так, чтобы денег из фонда вам приходило ровно, ну, даже не ровно, а больше, чем вы тратите на жизнь. Какой-нибудь самый минимум. На самом деле минимум у многих там это 50 тысяч, ну, 100 тысяч в месяц это уже достаточно для того, чтобы не ходить на работу, да, в России. Вот я про Россию говорю. 100 тысяч в месяц достаточно. Вот. 500 тысяч достаточно, чтобы уже путешествовать. Вот. Для фонда, для фонда, для нашего 100 тысяч в месяц это вообще расплюнуть. Это считанные там дни, месяцы на этот доход можно выйти. Вот. Все дело как будет в вашей голове. Насколько вы себе разрешите это. Насколько это будет вписываться в вашу картину мира. Вот. Я бы просто вырезал бы с корнями все свои убеждения, да, просто вот предался бы наставнику своему, сказал, давай вот говори, что мне делать, а я буду вот делать. Вот. Даже если мне это будет дико не нравится, я буду все равно это делать. Даже если там все равно все окружение будет надо мной ржать, я все равно это буду делать. Я просто буду плевать на это окружение, которое будет мне включать сопротивление, да, в мое развитие. Вот. Знаешь, зачем мне такое окружение? Я поменяю себе тогда свое окружение. Вот. Или мне пока временно вообще его не будет. Вот. У нас офигительное окружение в нашем сообществе. Вот. Залетайте сюда и общайтесь с нашими меркурианцами, с нашими людьми. Это самое лучшее будет качественное окружение. Вот. И фигачил, 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 фигачил. Использовал бы все мастер-классы в нашей академии по ВКонтакте, по Телеграмму. Каждый день бы просыпался утром и записывал бы сторис о том, какой я счастливый человек и о том, что сегодня самый лучший день. Вот. Слушал бы, сделал бы себе чит-код, слушал бы его регулярно. В общем, комплексы этих мер, они очень быстро приводят людей к быстрому результату финансовой свободе. Шикарно. Благодарю Сергей, что с нами поделился прекрасными знаниями. Сегодня был... А, Розалия еще хочет задать вопрос. Здравствуйте. Да, хочу поделиться. Может быть, кому-то из новичков поможет. Меня слышно, да? Прием. Да, Узбекистан, мне 56 лет. Я буквально, да, два месяца назад, ну, чуть-чуть меньше двух месяцев. Вы знаете, когда меня пригласитель позвал и дал информацию, Ирина Мочинова, это лидер, я, вы знаете, вежливо, ну, я вообще человек вежливый, да, вежливо отказала, сказала, да, будет время, я посмотрю, ну, ладно, пусть будет эта информация, будет время, буду посмотреть. Ну, и закрыла. Спасибо огромное Ирине, которая через пару дней поинтересовалась, она видела, что я не смотрела, она просто вежливо мне подсказала. А ты смотрела? Ну, и я как бы не знаю, почему я так прониклась, видимо, время пришло. И вы знаете, сейчас мне так стыдно, вот правда, я прилюдно признаюсь, мне так стыдно, что я получила этот инструмент и вот хотела его задвинуть в угол, как полгода назад, когда меня приглашали, я его задвинула в уголок. Но, видимо, время пришло. И когда я разобралась, я еще не открыла много потоков. Я в первый месяц открыла маленький поток, ну, так получилось. Во второй месяц, я не знаю, как это случилось, но деньги пришли, и я открыла два потока. И вы знаете, я счастливый человек, потому что я нахожусь в этом сообществе, где, возможно, на лице нет улыбки у человека, но глаза его светятся. Я смотрела за вами, ребят, приближала экран, увеличивала пальчиками экран, смотрела в ваши глаза, и хочу вот искренне признаться вам в любви, в искренней любви, как к людям, которые дают нам эту возможность. Вот ваше время, оно очень ценно для вас, и мы это понимаем, лично я это понимаю. И хочется прямо сказать вам огромное благодарю, насколько разжеванно, насколько все понятно, и каждый раз, ну, все по-новому, и каждый раз находишь для себя какие-то инсайты. Огромное благодарю, и поэтому, ребят, кто новенький, если вы еще думаете, потом вам, правда, будет стыдно, вот уверенно, я прямо уже теперь уверена, что будет стыдно, что вы не взяли его сейчас, этот инструмент, который вам подарила не кто-то, даже не ваш пригласитель, а вам подарила вселенная, потому что вы это искали, вы это просили, а желания исполняются. Поверьте мне, через месяц, как только вы зайдете и разберетесь, через месяц вы будете такими же счастливыми, вы будете улыбаться, и люди будут вас спрашивать, а что ты такая довольная, как это происходит со мной. У меня даже смс-ки поменялись, потому что я людям отвечаю, и люди говорят, а ты где? И когда я им отвечаю, где я, они говорят, ну-ка дай-ка я посмотрю. Поэтому, ребятушки мои хорошие, всем желаю огромных потоков, которые будут перетекать в озера, которые будут перетекать в океаны, и вы будете купаться в этих деньгах, вы будете в достатке и в изобилии. Всем благодарю, обняла, поцеловала, пока-пока. Благодарю, Розалия. Благодарим вы за такую обратную связь. Очень ценно, очень приятно слушать. Вы когда говорили, я мурашками весь покрывался. Важно состояние, мы еще не проговорились, но про состояние. Как фонд меняет состояние людей. Я много тоже часто слышу от людей, которые пришли к нам, и которым информация приходила раньше, они пытались ее тоже отодвинуть на задний план. А кому-то приходила информация 3 года назад, кому-то 2 года назад. И много в последнее время отзывов таких, что что же я раньше жалею. Люди, короче, жалеют о том, что раньше не услышали, раньше не погрузились, раньше не разобрались, не хватило им ума, может быть, кому-то корона придавило, или кому-то гордость не привели, что-то еще какие-то другие причины. Может быть, времени кого-то не было, не разобрались в этом, и столько времени упустили. Где бы они были сейчас, если бы с первого раза все могли нас слышать. Очень мне вдохновляет, как наш фонд меняет состояние людей. Но когда человек зашел, когда разобрался, проникся, понял всю суть идеи, идеологию, как оно окрыляет. Вырастают крылья за спиной, реально. Реально. Мы это видим, ощущаем. Даже, как Розалия говорила, по ее вибрации голоса даже слышно, насколько человек воодушевлен и вдохновлен. Возвышенное состояние. Вот на такое состояние. И приходят деньги и все блага этого изобильного мира. С главной изюминкой, фишкой нашего фонда, это даже не деньги, а именно измененное состояние человека. Возвышенное состояние человека. Ну, Сергей, я, конечно, тоже не могу не сказать вам слова благодарности. Бесконечно, ребята. Вы два человека, которые реально меняете жизни людей. Не все команды, вот не все лидеры и наставники такого уровня, как вы. И я искренне вам благодарна за то, что моя жизнь за полгода, 15 числа было, февраля, полгода, и я уже уволилась с работы. Я закрываю кредиты. Я просто готова прямо, наверное, сейчас, но паспорта нет, уехать в Майами. Ребята, ну, правда, это тоже моя мечта путешествовать. Я вас бесконечно люблю и благодарю Вселенную, что именно попало к вам в ваши надежные руки и в ваше мышление, потому что вы, правда, нам всем делаете такие уроки, что... Крепкие руки. Да, крепкие руки. Мужские крепкие руки. Я мечтала о наставниках-мужчинах. Благодарю вас, ребята. Спасибо, Надежда. Благодарим, Надежда. Можно я прям капельку добавлю? Можно тоже мне сказать, смотрите, Андрей, Сергей, я хочу тоже вам выдать свою благодарность за то, что вы такие у нас есть, очень такие, знаете, культурные, образованные. Мне очень нравится. Вы молодые, позитивные ребята. Ну, это я просто говорю со своих немало прекрасных лет. Мне тоже, как вот, кто у нас здесь говорил свои года? Да, 8 марта мне будет 64 года. Ну, если я не чувствую на это, на это, как сказать, на свой возраст, я... пусть года бегут за мной, так говорю. Вернее, пусть года идут вперед, меня дают. Мне очень приятно, что я нахожусь в вашем обществе. Это такой заряд, это просто космос. Постоянно слушаю. Я первый раз вышла сегодня в эфир. Я благодарю Андрея. Я когда первый раз пришла, и вот он мне написал, мне в личку голосовал. Ну, я там начала приглашать, и что-то я там делала неправильно, да. И вот он мне... Ой, я считаю, рыбка в его океане, какая-то там рыбка, и он мне пишет своим голосовым, не считая своим временем, даже вот кому-то там, да ни о чем. Вот я зашла просто ни о чем. Я никто, не лидер тем более. Ой, большая вам благодарность. Это говорит о вашем высшем качестве, что вы, не считаясь своим временем... Ой, вы так все... Я прям просто от вас вот благодарю вас, благодарю еще раз, благодарю вас. Все, у меня дух захватывает. Спасибо. Спасибо большое. Если можно, я секретельку добавлю. Ребята, я зашла на 3 тысячи, каждый день нажимала на кнопочку и получала 120 рублей. Скажите, пожалуйста, вообще есть в мире кто-нибудь, кто вам будет каждый день давать 120 рублей? Вы знаете, я как ребенок прыгала от радости, что наконец-то я нашла то место, где мне каждый день капают, да, 120 рублей. Но это супер. Когда я открыла второй поток, я увидела со своих 5 тысяч 367 рублей. Я прибавила и посмотрела. Слушайте, ребят, вот она математика. 120 плюс 367. Кто мне, кто мне каждый день будет давать такую сумму просто так? Просто потому, что я положила свои денежки и держу их. А помимо этого, мне еще на кассу, да, где у меня там скопилось какое-то количество денег, каждый раз приходят какие-то маленькие-маленькие, но проценты. Ребят, ну это просто удивительно. Насколько удивительно продуманный этот психологический, математический алгоритм. Там миллионы стратегий. И каждый раз, когда слушаешь, выбирайте для себя стратегию с маленьких денег. У кого есть большие, не бойтесь. Заходите большие, они быстро отработают, создадут вам еще маленькие потоки. И вы сможете закольцевать и получать каждый день, каждый день, каждый день. И это бесконечно. Огромное еще раз благодарю, ребят. Правда, крылья вырастают. Они у меня маленькие, но они уже порхают. Благодарю. Спасибо, Анатолий. Крылья маленькая, она уже порхает и летает. Да, Лидия, слушаем. Лидия. Я хочу... Всем здравствуйте. Я хочу поблагодарить, знаете, вообще всех, ну в первую очередь Дмитрия Васадина за вот это чудо, которое он создал. Второе. Я хочу поблагодарить тех людей, которые были в самом начале и остались по сегодняшний день, которые пережили много, ну, корректировок, изменений. И это нормально. Вот это самые классные, самые, ну как сказать, стоящие люди, которые понимают, куда они идут в своей жизни, которые не сломались, которые вот этими маятниками не ушли в сторону. Вот эти вот основатели, за счёт которых, как правильно здесь говорилось и говорится всегда, держится наше сообщество, благодаря их разуму, благодаря их навыкам, благодаря их пониманию, благодаря их терпению. Одно и то же, одно и то же. И за дня в день, и из часа в час, в чатах, в трансляциях говорят, 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 пытаются пробить вот эту вот стену непонимания людей, которые начинают задавать вопросы и ковыряться в деталях этого сообщества нашего, технических. Так я хочу сказать вот что. Не в этом надо ковыряться, а поковыряться надо в себе и каждый день. И понять, прежде всего, почему я сегодня так живу. Вот. И когда говорят, ну, я отказала, она отказала себе или он отказал себе, мы только предлагаем, а брать вам это или не брать, это ваша жизнь. И если вам лень даже зарегистрироваться и самостоятельно покопаться, я на таких людей тратить время не буду. Я на полном серьёзе говорю, потому что, как только практика, а меня кто-то обозвал делателем, да, я сначала кидаюсь в бой, а потом разбираюсь на ходу. Поэтому, ну и, конечно, была база определённая, что я сюда залетела просто. И попала я первый раз на презентацию Андрея Елисеева, который меня просто поразил своей образованностью, своим опытом, своей простотой, ну, вообще всем. Вы, ребята, вообще классные на самом деле. А про Сергеева глаза я хочу сказать вот что. У тебя глаза, можно на «ты»? Мне 72. У тебя глаза гармоничного человека. Почему? У тебя есть вторая половинка, которая делает огромную работу в нашем сообществе, но ты стоишь по всем ведическим правилам на первом месте. Ты единица. Женечка тебя поддерживает, поэтому вот это вот всего, всем этого желаю. То есть, мужчин, берегите, как я говорю, берегите мужчин. Не загоняйте их под каблук, иначе будете вы самыми несчастными на свете. Всем-всем всего добрейшего. Никого не зазываю. Я сейчас работаю, стараюсь каждый день вот это поддерживать состояние как бы радости, счастья. Я только узнала об этом, я уже успокоилась, что наконец-то я начинаю свой путь выхода из рабства. Всем всего доброго. Всем, всем-всем. Будьте счастливы, будьте удачливы, будьте успешными. Вот. Все. Спасибо всем. Спасибо большое. Благодарим. Спасибо большое, Лидия. Благодарим. Ну что, на этой великолепной ноте вот пошел уже третий час, будем заканчивать. Давайте, друзья, всем вам объявляем большую благодарность. Вы реально крутейшие, да, Сергей? Это просто крутейшие люди. Мы так счастливы. Я лично вообще... Серега... Да, элита, правильно. Мы реально счастливы за то, что мы вместе с вами творим великую эту историю. Сергей, ну, пару слов и будем заканчивать. У меня аж переполняет. Я уже не знаю, что сказать, друзья. мы в самом с вами лучшем месте и это вот ни капли, ни преувеличения. Мы в самом лучшем месте делаем самые благие дела, это если в материальном плане смотреть, и с самыми лучшими людьми. Вот мне сегодня, я утром общался с одним человеком, тоже женщина опытная в сетевом, в проектах, и она меня сегодня тоже очередной раз спрашивала, почему я раньше не знала об этом проекте. И вот я всегда всем отвечаю на этот вопрос. Когда человек готов, только тогда ему приходит эта информация. Она, я уверен, эта информация и раньше приходила, просто человек ее не мог воспринять. То есть человек еще не дорос, не был готовым. вот вы все, вот кто присутствует, кто уже проникся, вот представьте, вы доросли, вы поняли, вы прониклись, вы осознали масштабность и глубину замысла Дмитрия Васадина, да, и ликуете, наслаждаетесь здесь вместе с нами со всеми. Вот вот это общество наше, где мы сейчас находимся, вот этот чат голосовой, вот здесь 239 человек до конца досидело, вот вы самые лучшие люди на этой планете, потому что круче, чем Меркурий не существует сегодня структур абсолютно нигде. Меркурий это выше любого социума, выше, Меркурий это выше любого капиталистического мира, или криптомира, или вообще всех экономик мира вместе взятых, вот, потому что именно Меркурий направлен на то, чтобы заточен, на то, чтобы все наши жизни становились лучше и свободнее, ярче, красочнее, и счастливее, и веселее, и наполненную любовью, вот, и вы могли услышать, ухватить эту вибрацию, то есть вы сами находитесь на этой вибрации, потому что вы это все могли услышать, поэтому то, что мы всегда говорим, что вы самые крутые люди на этой планете, это ни капли не преувеличения, это действительно является уже железобетонным фактом, потому что вы услышали, вы здесь, вы с нами, мы все вместе с вами творим это великое дело, и эту великую историю, и вот про нас скоро будут слагать легенды, как про Дмитрия Васадина, как про Будду будут скоро, через там сто или пятьсот лет, будут про Дмитрия Васадина, как про Будду, где это описывают, был такой человек, пророк пришел, всех собрал, объединил, перевел, как про Махатма Ганди, освободил всех, так же будет про Дмитрия Васадина, и мы будем тоже к этому всему причастны, к этому великому делу, будут там ученик Андрей, ученик Сергей там были, рассказывали про нас, про всех, и про вас тоже, что мы все причастны к этому великому делу, вот, наша цивилизация сейчас вот, да, находится на перепути, вот, то, что пойти туда, в деградацию, в Калиюга, да, либо, вот, идти в светлое, счастливое будущее, где все живут счастливо, в гармонии, вот, как этот фильм, Андрей, который все время рекомендуют, прекрасное, зеленое, да, вот туда, на ту планету, либо вот эту, идеократию, вот, мы с вами выбрали верное направление, именно идти туда, в светлую сторону, и это очень дорогого стоит, потому что, большинство людей планеты, к сожалению, или к счастью, не знаю, не способны на это, пока, ну, я надеюсь, что пока еще не способны, мы проделаем эту вот работу, несмотря на то, чтобы нас становилось все больше, больше, открываем глазам, людям глаза, просветляем, так сказать, да, можно их, и все мы вот делаем это очень, вот, вот, великое дело, поэтому я вас всех поздравляю, друзья, всех люблю, всех обнимаю, и уже хочется с каждым из вас увидеться, лично познакомиться, пообщаться и вместе с вами путешествовать, поэтому давайте этот год с вами поставим себе себе цель, то, что мы с вами будем больше выезжать за границу вместе, путешествовать, вместе видеться, вместе тусоваться и показывать, заражать других своим образом жизни и освобождать людей своим собственным примером. Вот. На этой великолепной ноте жмем всем вам руку и, конечно же, идем творить дальше историю развития нашего сообщества. Всем, друзья, до новых встреч, до новых эфиров. До новых встреч. До новых встреч.